Субтитры создавал DimaTorzok То, что я буду показывать из плава, это не только с точки зрения рекламы, Это реально те вещи, которые у меня в последнее время стал пользоваться, которые мне понравились. Ну, не только тупо, естественно. Все, в принципе... Меня вчера дома спрашивали, куда я собрался ехать. Значит, в основном я просто расскажу из своего опыта посещения гор, что я обычно использую, какие там есть плюсы-минусы, на что обратить внимание. То есть не то, что вот там есть какое-то снаряжение, которым обязательно надо пользоваться, а есть какое-то, которым нельзя пользоваться. То есть это скорее просто попытка обобщить некий свой опыт, поделиться им. Ну, во-первых, то есть снаряжение, соответственно, я бы разделил по этапам поездки, потому что какой-то из них там не везде используется. Вот. То есть, например, там такой вот транспортный баул. Понятное дело, что мы с ним там на восхождение, на штурмовый выход не пойдем, но в дороге, особенно если это какое-то длительное там путешествие, вещь полезная, очень удобная. И наоборот, там какие-то... Ну, то есть мы не все снаряжение будем брать там на ночевке куда-то выше в лагере. Вот. Значит, ну, то есть под дорогой я подразумеваю это от дома до того места, куда может там доехать машина или доходят какие-то вьючные животные. Вот. Дальше, значит, что-то мы используем в лагере базовом. То есть это либо какой-то альтлагерь, либо это экспедиционный лагерь. С собой дальше не таскаем. Потом мы часть вещей берем из этого лагеря, и перенесем куда-то там уже ближе к горе, непосредственно к тому месту, с которого начинается уже само восхождение. Вот. И есть какое-то снаряжение, которое мы несем с собой только непосредственно уже на само восхождение. Это может быть там многодневное восхождение или однодневное, но, значит, что-то мы там все равно оставляем ниже. Вот. Значит, ну, не знал я, какое слово применить, но вот придумал баулу покупку, наверное. Вот, значит, вот я пришел к тому, что, в принципе, я использую все барахло, сваливаю в большой вот такой какой-то баул из прочного материала. Значит, это не стеновой баул, там, в котором таскают снаряжение по стенам. Вот. Это просто именно транспортный такой мешок, который там удобно сдавать в самолет. То есть, кому обычно никаких претензий не бывает. Можно вот эти лямки снять, там, убрать их внутрь. Вот. В него очень удобно загружать вещи за счет того, что есть такой вот большой боковой вход. То есть, в принципе, я его дома ставлю, например, среди комнаты, когда собираюсь, и просто туда все летит. Удобно туда убрать трекинговые палки или дорог, которые, как бы, в самолете, например, неудобно, чтобы они где-то торчали снаружи. Вот. По поводу... Да, ну, в машине очень удобно использовать. Вот. По поводу, значит, объемов этого, они бывают и, там, в 120 литрах. Вот. Но, опять же, в принципе, взяв вот такой, скажем так, среднюю плотность снаряжения, вот так вот есть, куда все засунуть, 120-литровый мешок, то есть, в принципе, есть чем его набить, но он будет уже очень неудобный в плане транспортабельности. То есть, тяжелый, громоздкий. Вот. Плюс, опять же, если говорить про самолет, то, в принципе, 100-литровый мешок спокойно совершенно доходит до, там, 23-х килограмм, и больше туда уже особо ничего не уберешь, а место там еще остается. Вот. Поэтому, в принципе, вот, наверное, ну, там, 100 литров, мне кажется, оптимальный объем, примерно. Значит, дальше рюкзак. Вот. Да, ну, соответственно, вместо него может быть какой-то просто большой рюкзак там, с которым можно куда-то дальше идти. То есть вот с этим мешком, в принципе, сильно далеко не уйдешь. Вот. То есть он, у него достаточно, ну, то есть присутствуют много телянки, при помощи которых можно надеть его на спину. Но, особенно, если в нем, там, 25-30 килограмм вес какого-то, в общем, ну, там, километр-два с ним можно пройти, дальше уже как-то неприятно становится. Вот. То есть с ним уже на подходы какие-то там, на ночевки уже не пойдешь. Вот. То есть можно вместо него использовать большой рюкзак, там, до 90-100 литров, например. Вот. И с этим же рюкзаком можно будет дальше идти на ночевки. Вот. Вот. Но, там, соответственно, у рюкзака и вот не так удобно загружать. У него есть там какая-то своя форма и какие-то, ну, твердые предметы, там, они не так удобно располагаются. То есть какое-то место пропадает, которое можно было бы заполнить в этом плане. То есть в плане загрузки, в плане, да, опять же, трюкзак изнашивается в поездках очень так быстро. То есть вот этот мешок, я не знаю, там, ну, года четыре есть, наверное. То есть он, в принципе, ничего с ним... Я думаю, он еще лет пять проживет, ничего с ним не случится. И стоит он, соответственно, там, ну, раза в два дешевле, чем такой рюкзак. Вот. Дальше, значит, соответственно, тот рюкзак, с которым... То есть та емкость, с которой я убираю вещи, когда иду уже непосредственно из некого базового лагеря, куда я приехал, иду на ночевки. Это какой-то промежуточный лагерь, то есть подход к вот месту, откуда будет совершаться восхождение. Значит, в принципе, опять же, при грамотном неком подходе к выбору снаряжения, в общем-то, я пришел к тому, что рюкзак, мне лично, рюкзак объемом 60 литров, с возможностью что-то на него там снаружи еще довесить, в общем, вполне достаточно. То есть туда упаковывается спокойно килограмм 25, а с внешней навеской там и до 30, и, в общем, больше мне нести не хочется никуда. То есть я лучше два раза схожу, там, каким-то образом тактику построю так, чтобы два раза, например, нести вещи. Вот, значит, ну, то есть вот 60-65 литров, в принципе, этого достаточно. Значит, значит, я не использую, ну, вот в горах, в больших дни, использую какой-либо еще рюкзак, с которым уже непосредственно иду на восхождение. То есть я с этим же рюкзаком, с которым пришел на ночевке, с ним же иду на город. Вот этот объем где-то в районе там 60-65 литров, он, в принципе, еще чем хорош, то что он, если вы даже туда мало вещей положили, ну, там, теплый пункт, термос, там, не знаю, какие-то снаряжения, вот. Вот, он при этом не слишком громоздкий, чтобы вам мешаться на технически сложных каких-то маршрутах. То есть он достаточно, ну, тем более, что вот конкретно этот рюкзак, например, он такой облегченный, он вообще там вес 800 грамм, то есть его лямки затянул, все это там запаковалось на спине, его вообще не чувствуешь, то есть, в принципе, он же у меня штормовой рюкзак. То есть я вот, ну, классический вариант, какие-то альпийские горы, там, Кавказ, Тяньшань какой-нибудь, вот, то есть, в принципе, я еду вот с таким баллом, с таким рюкзаком. Больше я, в принципе, ничего с собой не беру, мне этого вполне хватает. Значит, если вот про конкретно этот рюкзак говорить, ну, есть какие вопросы, значит, по поводу, там, типа облегченный, не облегченный рюкзак. Вопрос, с одной стороны, вопрос комфорта, то есть в любом случае всегда облегченный какой-то рюкзак, он будет иметь более простую спину, там, лямки, поясной ремень. Вот, то есть, если его тяжело загружаешь, наверное, с ним, там, должно быть не так комфортно ходить. Вот, но, если там конкретно парить рюкзак говорить, в принципе, я проблем таких вроде не испытывал, нет, нормально. Вот, второй вопрос, что, ну, облегченный рюкзак это за счет ткани, в основном, помимо спины, за счет ткани. Любая облегченная ткань, она, соответственно, перестает быть долговечной. То есть, в общем-то, здесь надо вот чем-то жертвовать, но, в принципе, ну, вот здесь есть некие там какие-то потертости, маленькие дырочки. Вот, то есть, в принципе, ну, я думаю, что такой рюкзак, там, ну, два-три интенсивных сезона проживет. Вот, в принципе, ну, люди, вот я кому давал, вот попробую, там, они говорят, ну, ничего себе там, я не пожил, а после этого в три раза тяжелее весил. Дальше. Значит, гермомешки. Ну, в общем, будем обсуждать, почему не пакеты. Ну, в принципе, то есть, основная причина, почему не пакеты, потому что гермомешок, в отличие от пакетов, действительно, ну, можно полноценно закрыть. То есть, он действительно будет являться герметичным. Вот, существуют гермомешки для водных видов спорта, которые, там, делаются вот примерно из такой же тряпки. Естественно, мы их с собой брать не будем. Вот, то есть, нас интересуют гермомешки из максимально легкого материала, типа вот такого. Значит, собственно говоря, сама вот эта система, которая закрывается, делает его герметично, тоже можно посмотреть, чтобы она была, ну, такая, минимализированная. То есть, вот, скажем, вес этого мешка, он, 12 литров, вот там, 50 грамм. То есть, это, в общем, ну, сопоставимо с пакетом и при этом значительно надежнее. И, да, еще замечательно используются гермомешки для хранения снега и воды. Вот, то есть, когда приходите, там, ставите палатку и либо далеко ходить куда-то, либо, там, вы вообще на какой-нибудь полке находитесь, где, ну, не приходится, там, типа, со страховкой за этой водой за снегом ходить. Очень удобно взять несколько гермомешков, набить их снегом, положить там, в тамбой палатке, спокойно ими пользоваться. Вот. Примерно, вот, то есть, у меня есть, значит, маленький гермомешочек, там, типа, литра 3-5, в котором лежат, ну, вещи первой необходимости какие-то. Они лежат в клапане рюкзака, я там сразу могу, ну, там, типа, какой-нибудь фотоаппарат, там, блокнот, электроника какая-то, там, сменный шахт, перчатки, мелочь. Вот. И два-три мешка примерно вот такого объема, в которые... То есть, я не использую, например, компрессионные мешки вообще. Я, ну, то есть, если мне что-то надо запихнуть в рюкзак, я, допустим, без компрессионных мешков. То есть, я вот спальник убираю в герму, у меня такой есть дома пакет с этими компрессионными мешками от всех. Там, от спальника, от курпы, которые я с собой не вожу, ну, там уж, мне кажется, это, в общем-то, лишний вес. Вот. Есть такая интересная штука. Значит, я некоторое время занимался спелеологией, и там это было очень распространенное явление использования таких банок. Собственно, нафига она такая нужна? Ну, она вот из этих всяких веревочек продается. Значит, банка, во-первых, герметичная, в общем-то, то есть, у нее есть в крышке резиновая прокладка. В нее можно, то есть, соответственно, все, что вы в нее убираете, у вас в любых условиях останется сухим. Не хватает места в рюкзаке, то есть, можно туда засунуть там спальню-пуховку и сверху рюкзака ее примотать, например. То есть, у вас дополнительно там еще 6 литров объема, ну, надежных, герметичных. Удобно, значит, соответственно, какие-то вещи, которые могут, ну, хрупкие, да, поломаться, испортиться. То есть, та же самая там электроника какая-то. В принципе, вся мелочевка, которая есть, я там все запихиваю в эту банку и там и храню. Она очень классно живет в палатке, то есть, удобно, опять же, там, где мелочи лежит. На этой банке очень классно можно сидеть, то есть, она достаточно жесткая. В ней можно хранить воду, опять же. Объем этой банки 6 литров, в принципе. Вот, и у нее есть вот такие варианты, как ее, ну, то есть, дырочки в крышке здесь. То есть, ее можно каким-то образом там подвешивать. Если это какие-то там уже сложенные расхождения, там, с платформами, со всякими, с ночевками на полках, тоже, в общем-то, удобно можно туда сложить, ну, чтобы лишнее не мешалось там, например, в платформе. То есть, еду какую-то повесить снаружи, и ничего с этим не случится. Вот. Попробуйте. Может вам понравится. Мне очень понравилось. Дальше, значит, из упаковки я использую еще вот такие маленькие, значит, чехлы для, то есть, соответственно, для, там, деньги, документы. Здесь, вот так, белорусские бургли лежат. Вот, значит, там, деньги, паспорт, погранпропуск, ну, то есть, все, что вам может быть собой на маршруте, описание, там, какое-то в печатном виде. То есть, убирает, спокойно совершенно, оно там живет в любом месте рюкзака, в любом кармане, никогда никуда не денется, не промокнет. Вот, потом, значит, такой же мешочек я использую для индивидуальной аптечки. Тоже про нее чуть позже скажем. Вот, и, значит, еще, ну, в принципе, для телефона. Про телефон тоже потом порасскажу. Вот, и дальше у меня в этой банке нам еще включим все, всякие батарейки, ремнабор, горелка, зубная паста. Вот, забавная штука. Да, и они, ну, они там есть разных размеров, вот от таких до здоровых каких-то. И, что касается спелеологов, они их очень любят использовать для фотоаппаратуры. То есть, да, все складывается, и прям она висит на обвязке, болтается там. Ну, там, естественно, какой-то поролон прокладывается, да, там, бьется по скалам, все нормально, ничего не происходит. Про одежду, ну, значит, уже давным-давно известная теория трех слоев. Вот, когда-то, значит, ну, как когда-то, там, типа, лет, там, двенадцать-четырнадцать назад, когда, ну, я начал гулять активно, скажем так, вот, это было какая-то там новая, ну, что-то такое, о, там, ничего себе, оказывается, вот как надо. Вот, сейчас я думаю, что, в принципе, все более-менее себя представляют, о чем речь. Значит, смысл, но я коротенько еще раз изложу, вдруг, кто не знает. Значит, первый слой, это, ну, собственно говоря, так называемое, скорее всего, термобелье. Функция этого первого слоя впитывать влагу с поверхности кожи. То есть мы потеем, соответственно, этот слой впитывает. Соответственно, он должен как можно лучше обтягивать ваше тело. То есть если термобелье где-то на вас висит, оно в этом месте не работает. То есть это, собственно говоря, это влага остается на коже и никуда не выходит дальше. Вот. Чуть дальше подробнее про термобелье. Второй слой, в общем-то, имеет две функции. Первая функция, это, значит, он содержит в себе, собственно говоря, теплый воздух, из-за которого нам тепло. То есть понятное дело, что сама по себе одежда греть не может. Может греть только согретый телом воздух, который как бы оттуда почему-то не улетает. Вот. И вторая функция, помимо того, чтобы держать в себе теплый воздух, это вытягивать из термобелья. Влагу и выносить ее на свою поверхность, на внешний слой. То есть если вы, например, зимой будете активно заниматься физической деятельностью мембранной куртки при низких температурах, то очень часто можно такое явление заметить, что куртку мембранную снимаете, а под ней лед на какой-то полорке. То есть это, собственно говоря, вот эта влага, она выходит через вот этот второй слой наверх. Третий слой, значит, призван защитить нас от ветра и воды. То есть, собственно говоря, чтобы это тепло, которое держится во втором слое, не выходило и никуда не улетало. Ну, в идеале еще хорошо бы, чтобы он выводил наружу какую-то часть паров. Хотя, в общем, понятное дело, что действительно мембрана какую-то часть влаги, безусловно, выводит наружу, но, в общем, понятное дело, что не в силу. Конечно, там что-то остается. То есть идеализировать здесь, наверное, не стоит. То есть гораздо лучше, если действительно какая-то сильная активная физическая работа идет, проще расстегнуть какие-то молнии, вентиляцию, где-то пар будет гораздо эффективнее выходить. Вот. Значит, про термобелье. Ну, я не буду показывать термобелье, потому что, собственно, его существует неимоверное количество вариантов. Всякие сейчас стали делать с разными зонами, из разных материалов. Самое главное. То есть оно будет работать только в том случае, если оно очень хорошо обтягивает тело. То есть если вы выбираете размер, надо исходить именно из этого. По поводу того, должно быть термобелье теплым или не должно быть. В принципе, этого его функции не входит. То есть это функция уже второго слоя. Существует термобелье с содержанием шерсти. Безусловно, оно будет теплее, чем обычное чисто синтетическое. Но, соответственно, поскольку там есть шерсть, оно будет дольше сохнуть. В принципе, опять же, некий компромисс. Я считаю, что термобелье теплым быть не должно. Оно должно чисто выполнять свою функцию, отводить влагу. И как только избыток влаги перестал выделяться, оно тут же должно высыхать. Поэтому, чем оно более синтетическое и легкое, тем, на мой взгляд, лучше. То есть оно быстро раз все проветрилось, высыхало. Длина, значит, подразумевается, что существует такая проблема у метропроизводителей, что недостаточно длинные кофты и штаны, и когда вы постоянно какую-то работу совершаете, наклоняетесь, ноги высоко, понимаете, у вас начинает оголяться поясница. То есть это вот, когда меряете, смотрите, чтобы оно было достаточно. То есть пусть она будет чуть, вот эта зона перекрытия будет побольше, лучше. Значит, я встречал, что печально уже непосредственно в горах у людей, аллергию на конкретное термобелье. На сам по себе материал, из которого она делается, аллергии, в принципе, быть не может. Скорее всего, аллергия может быть на красители, которые используются. Но здесь, ну, в принципе, сейчас, я не знаю, сейчас уже, наверное, все термобелье делается из гипоаллергенных каких-то материалов. Плюс, значит, там используются различные антибактериальные пропитки, которые не позволяют, значит, в нем существовать микробовым, вонючим всяким. Вот, но это тоже со временем перестает работать, то есть после большого количества стирок. Вот, то есть, в принципе, не удивляйтесь, если оно, практически, некоторое время начнет пахнуть иначе. Вот, значит, я с собой беру обычно одни штаны, второе белье, и два вверха с длинным рукавом и с коротким. Ну, с коротким рукавом без горла, и с длинным рукавом, и с горлом с молнией какой-то. То есть, вот два таких варианта, которые в различных погодных условиях, разных обстоятельствах, будут использованы. Можно еще вопрос сразу? Неосвещаемый. Нижние были трусы? Ну, понятное дело, что желательно, чтобы была, естественно, синтетика тоже. Ну, тоже термо брать, либо вот хлопок, там синтетик. Хлопок, то есть, соответственно, не будет работать. То есть, вся эта вода будет оставаться в этой хлопке. То есть, это должна быть синтетика. Очень здесь важный момент, наверное, заранее пробовать. Да, то есть, какие-то там походы выходного дня, там, занятия спортом. То есть, понять, что это нижнее белье, оно вот не натирает нигде, что в нем комфортно, удобно, и оно сочетается с другими вариантами одежды. Здесь, ну, не знаю, то есть, наверное, да, наверное, тоже что-то типа из термобелья. Ну, из личного опыта, соответственно, мы говорим, что это лучше, наверное, брать производитель термобелья, правильно? Ну, да, но я, то есть, я использую то, что использую там при беге, при катании на лыжах, спортивные какие-то синтетические материалы. Второй слой вот этот вот, он такой сложный, на самом деле, там может быть очень много чего, и этих второго слоя, их там может быть два, например, или даже три, что использую я. То есть, я обязательно с собой, вот, ну, я не знаю, как это назвать, опять же, у разных производителей, вот, можно встретить разные на бирках определения, я не знаю, что такое фуфайка, вот, но оно встречается. Вот, речь идёт о некой, ну, вот, такого плана кофте из тянущегося, это Polartec Power Stretch материал, то есть, я больше всего люблю такой вариант с каким-то горлом. Ну, в принципе, желательно, чтобы был достаточно длинный. Вот, здесь, например, сделаю так, что здесь, на пояснице, вот, задняя часть, она длиннее, чем спереди. Вот, вот, на терм... То есть, если мне надо её одевать, то я обычно одеваю термобельё короткое, без горлов, без рукавов. Вот, это, в принципе, основное, то, основное, в чём я хожу, просто, вот, термобельё, вот эта кофта, и сверху уже, там, какая-то куртка мембрана, там, штаны какие-то. Вот, то есть, это, ну, во время движения, во время такой физической... Ну, речь идёт про лето и про, там, ну, высоты, там, от двух до пяти тысяч, скажем так, Вот, и, значит, дальше есть варианты что-то более тёплое использовать. Значит, раньше, ну, в основном использовали из толстого полардека какие-то куртки с молнией такие. У меня всегда такая куртка была, потом, вот, в какой-то момент стали появляться, вот, такие очень лёгкие синтетические куртки, и я, в принципе, перестал, вот, использовать, вот, именно из толстого полара, там, куртки с молнией. То есть, какого-то вот такого куртка, достаточно тонкая, значит, есть, ну, да, она замечательно совершенно одевается под мембранную куртку, то есть, по своему объёму она совершенно не мешает её одеть, и работает точно так же, как, там, полардер, то есть, через неё выходит ткань наружу, и она при этом держит себе тёплый воздух. Вот, но есть варианты, то есть, если вы хотите максимально облегчить вес, есть такие куртки без капюшона, ну, вот, в данном случае здесь, то есть, то, что я писал манжеты, ну, вот, у этой куртки никаких манжетов нет здесь. То есть, это как раз тоже удобно, потому что, когда у вас, значит, идёт, там, термобельё, потом ещё, там, какая-то кофта, куртка, сверху ещё не убраны, они все с манжетами, это всё здесь такое, получается, неповоротливая ерунда, неудобно. То есть, мне вот нравится, когда здесь ничего не удобно. Наверное, даже мне больше нравится, когда ещё и капюшона нет на такой куртке. То есть, это чисто то, что называется, там, может быть, пуховый свитер, ну, не пуховый, а синтетический. Может быть, на такой куртке не очень нужно большое количество карманов. Наверное, там, я бы взял куртку, на которой есть только один нагрудный карман, здесь что-то убрать. То есть, в принципе, её задача, ну, как некий промежуточный слой для сохранения тепла и для выведения влаги, а не для того, чтобы там в карман распихивать кучу вещей. Ну, и, соответственно, вариант ещё материала, пух или синтетика. Ну, основная претензия к пуху, то, как он будет себя вести, когда он намокнет, особенно при какой-то активной физической деятельности. Ну, тут вопрос вкуса и вопрос погодных условий, в которых вы собираетесь работать. То есть, если это зима, то, в принципе, он так сильно не намокнет. Вот, то есть, как вариант, вот такая как раз тоже. Ну, здесь вот, здесь нет капюшона, но есть манжеты. Вот. Всё время не так, как мне хотелось бы. Вот, то есть, вот такая лёгкая пуховая куртка, она, в принципе, она даже легче, чем вот эта. Вот. Но если бы она была ещё без манжетов и без рукавов, то была бы ещё легче. Значит, да, по поводу синтетики. И сейчас материалы такие, ну, я все материалы, наверное, не назову, которые сейчас есть, но такой наиболее любимый мной примолов, утеплитель синтетический. Вот. Его основная отличительная особенность, ну, и ряд там с ним материал, то, что сами по себе волокна, ну, влагу не впитывают в воду. И, то есть, ну, грубо говоря, если в эту куртку там повесить, то вода просто с неё там, с этих волокон стекает и не накапливается. И за счёт этого, даже будучи мокрой, она всё равно остаётся тёплой. То есть, я это, ну, и экспериментировал на себе. То есть, вот, куртку из прямоловка вы можете в таз с водой положить, она там полностью намокнет. Руками просто её выжать. Одевайте на голое тело, там, выходите на улицу и, в общем, понимаете, что в ней реально тепло. Она греет, несмотря на то, что она ещё мокрая. Вот. Очень в своё время, когда только появился этот материал, его полюбили, опять же, спелеологи, потому что они в пещере мокрые всё время. То есть, вся, там, стопроцентная влажность в пещере. Постоянно приходится, там, то в какие-то лужи нырять, то там, под водопадами проходить всё время. Человек всё время мокрый. То есть, он приходит ночевать в палатку, он снимает, там, внешний какой-то комбинезон, у него вся одежда мокрая. То есть, он залезает в спальник. Спальник, соответственно, тоже будет, в любом случае, мокрый. Вот. И вот, когда появился прямов, то это такой прям вообще был супер. То есть, может, туда абсолютно мокрый приходишь, кладёшь в лужу этот спальник, залезаешь в него и, в принципе, и спокойно засыпаешь, потому что тебе тепло. Утром просыпаешься, спальник такой же мокрый, у тебя вся одежда сухая. То есть, всё это испаряется на внешние слои. Вот. Ну, с пухом... Пух, наверное, всё-таки для каких-то зимних и для более высотных условий. Но по сочетанию тепла и веса пух ещё не удалось переплюнуть никаким синтетическим материалом. Ну, имеется в виду качественный дорогой пух, который... То есть, не китайские пуховки из пера, а реально хороший пух с хорошим качеством. Вот. Я предпочитаю брать с собой ещё какую-то жилетку. Ну, в принципе, неважно какую. То есть, если, например, синтетическая пух, то это может быть пуховая жилетка или наоборот. Может быть даже жилетка из того же Polartec. Но, в принципе, какой-то такой полуслой дополнительный, который всегда можно снять и одеть. Он не очень много весит. То есть, для лета, в принципе, мне вот этого вполне достаточно. То есть, термбиё, такая кофта, пунтка, жилетка. И там, мембранная кофта. Вот. По поводу второго слоя для ног. В общем-то, опять же, если мы говорим про лето и про такие обычные горы, не высотный альпинизм, то в большинстве случаев термобелья и какой-то ветрозащиты вполне достаточно бывает. Вот. Мне за какое-то количество лет очень надоело, надоели штаны из мембраны. Вот. То есть, ну, всё время жарко, душно, особенно если ты идёшь где-то на небольшой высоте, и вроде ты выходишь, холодно ещё там, рано утром, ветер холодный будет, хочется что-то одеть, а потом чуть-чуть начинаешь идти, разогреваешься, солнце светится, становится жарко, хочется начинать что-то расстёгивать, идёшь в таких кавалерийских штанах. Ну, в общем, перестали они мне нравиться, я стал ходить в штанах из... Опять же, есть разные мнения по поводу названия soft shell, что обязательно должна быть там мембрана или не обязательно должна быть. Но, короче говоря, стал использовать штаны из материалов, в которых нет мембраны. Или там, если... ну, в принципе, нет мембраны. Вот. Если вы работаете где-то там на снегу, на льду, летом, по крайней мере, можете быть уверен, что какие бы у вас там дорогие мембранные штаны там... Ну, если вот только что вы их купили в магазине и приехали в горы, то, в принципе, наверное, первые недели-две они действительно не будут пропускать воду. Вот. Но вам, скорее всего, для этого ощущения придется нам каждый год покупать новые штаны там за 15-20 тысяч. Не знаю, сейчас надо дороже даже. Вот. То есть, если вы возитесь в снегу полдня, вы все равно будете мокрые. Ну, то есть, многие штаны все эти. При этом, соответственно, все, что у вас под этими штанами, все это будет долго сохнуть. Мне почему нравится из такого материала штаны, потому что они точно так же промокают, как и те, но они при активном движении, там желательно еще на солнце, там через 15 минут они абсолютно сухие. И вам опять тепло и комфортно. Вот. Если погода совсем испортилась, там пошел снег, дождь, я надеваю на них штаны типа мембранные, но из какой-то очень простой легкой мембраны. В принципе, это не гортекс, у них нету каких-то вкладок толстых. У меня единственное требование к этим штанам, что они должны быть самокрозными. То есть, у них полностью расстегивается молния по всей длине. Для чего это нужно? Для того, чтобы, опять же, погодные условия постоянно меняются, жарко-холодно, дождь-не дождь. Вы идете, например, в таких ботинках, в кошках. То есть, для того, чтобы одеть штаны раз в час, каждый раз снимать и одевать кошки нереально. Соответственно, штаны самокроз позволяют это быстро сделать. Это следующий пункт, собственно говоря. Да, вот про штаны, которые, значит, не мембранные, значит, мне что в них важно? Чтобы у них на поясе не было никакой лишней ерунды, там всяких пряжек, поясов, имеется в виду такой застегивающийся пояс. Потому что, опять же, когда это несколько слоев надето, и вы сверху на это застегиваете рюкзак, все это начинает на кости таза давить, натирать. У меня были одни штаны такие с подтяжками, в которых, ну, подтяжки крепились такими клипсами пластмассовыми. И я в итоге, ну, то есть я один раз в этих штанах съездил и больше никогда их не одевал. Потому что, когда на эти клипсы одеваешь сверху рюкзак, в общем, перестаешь наслаждаться пребыванием в горах. Вот, то есть, вот, мне нравится, чтобы здесь ничего не было. И, ну, конкретно у этих штанов еще есть одна очень классная идея. Не знаю, существует ли это там у каких-то еще других штанелей. У них, значит, ширинка расстегивается наверх. Вот. Это, значит, это чрезвычайно удобно, когда вы находитесь в обвязке. И вам нужно сходить в туалет. Вот. Это, ну, такая интересная идея. Не знаю, насколько она распространена в производстве, но идея классная, в принципе. Вот. И, опять же, там, наличие какого-то количества лишних... То есть, в принципе, наверное, карманы на штанах меня, вот, лично, не очень интересует. То есть, их должно быть, ну, может, один там какой-то карман. Но, в общем-то, я стараюсь как-то там на рюкзаке, в карманах рюкзака размещать все, что мне необходимо, чтобы на теле мне ничего не мешало. Вот. Ну, собственно говоря, про штаны уж, поскольку вы начали говорить. Вот. Здесь, соответственно, то же самое. Особенно, если они идут поверх этих, то тоже хотелось бы, чтобы у них была минимизирована вот эта вот вся здесь фурнитура. Вот. Ну, конкретно на этих вот зачем-то тоже есть вот этот поясок. Вот. Не знаю, зачем, но он, то есть, тоже, в принципе, вмешается обычно. Вот. Ну, здесь достаточно хорошо сделано вот это вот крепление ляма. Все равно достаточно тонкое и давит. Вот. Значит, соответственно, наличие молнии, которое позволяет их снимать, одевать, не снимая ботинки и кошки. В принципе, ну, в большинстве случаев достаточно молний, которая хотя бы идет, там, дуло середины бедра. То есть это уже, вот этот вот диаметр уже позволяет в большинстве случаев снять, аккуратно, через кошки. Вот. Ну, желательно, чтобы полностью растягивались. Значит, соответственно, поскольку они у меня, скорее, как там, на случай совсем какой-то жесткой непогоды, то, опять же, я стараюсь, чтобы они были максимально минималистичны. Вот. Есть такая интересная штука на некоторых штанах, как, значит, карманы для наколенников. То есть это непосредственно на коленях сделаны такие вставки, и туда, снизу, в этот карман можно вставить пленку, то есть вырезать прямо из пленополиуретана и их туда вставить. Это очень актуально зимой, там, на каких-то наледовых, на сниженных маршрутах, когда очень часто приходится опираться на колени, и, в общем, без таких штуковин можно к концу поездки остаться без коленей. Летом, наверное, это, ну, тоже на ледовых маршрутах, это, в принципе, интересно, актуально. Вот. У меня есть, это немножко, опять же, возвращаясь к термобелью, есть такая штука интересная, тоже актуальна для зимы. Вот. Вообще, придумали эту штуку спелеологи. Вот. То есть это такое тёплое, толстое термобельё, значит, целиковые, то есть и штаны, и верх. Такой вот комбинезон. Вот. Для зимы штука очень классная, и, то есть я его использую именно как термобельё, значит, это Polartec Power Stretch материал, такой же вот как у кофты. Вот. То есть я его одеваю прямо на голое тело. То есть здесь не нужно ещё там какое-то там бельё под него пододевать. Вот. Значит, и вот здесь прикол в том, что здесь вот в нём, на коленях сделаны вот эти вот карманы, в которые можно вставить пену. Вот. Ну, я знаю, что такие комбинезоны в Плав тоже делают. Я не знаю, вот есть такие кармашки, да, там. То есть очень для зимы вообще супер вещь. То есть даже если у вас нету на штанах мембраны, можно одеть. Вот. И, значит, поскольку он целиковый, есть, соответственно, проблема посещения туалета. Вот. Она здесь решается наличием такого вот помба-люка, как его называют. То есть он, соответственно, расстёгивается, откидывается, можно всё, что угодно. Молния на молнии, что ли? Да. То есть бывает так, что идёт молния, ну, три бегунка на молнии. Молния идёт вот от горла, проходит между ногами и до поясницы. А, есть, да, есть вариант, значит, что молния проходит, ну, таким образом, через поясницу. Вот. Ну, здесь вот сделаем такой вариант, подкидывающий. В принципе, ну, нормально работает. Вот. Зимой очень удобно. То есть, в принципе, даже когда нужно пойти в туалет, вы практически остаётесь в тёплой одежде. А, да, про куртку. Значит, основной вопрос, который, значит, по ходу использования различных либранных курток, которые я понял, что... Ну, я в какой-то момент там погнался за тем, что она, там, должна быть супер-современная, супер-лёгкая. Вот. Но как только у меня появилась возможность купить такую супер-купер, там, топовую куртку, лёгкую, которая весила, там, из очень крутой мембраны, в конце поездки, в общем, оказалось, что она вся в дырках. Здесь мембранная куртка, хотя она стоила очень много времени. Соответственно, то есть, всегда, вот, что касается... Да, дело в том, что вы большую часть времени на маршруте, скорее всего, будете находиться именно в этой куртке. Ну, если будет, там, не будет ветра и будет очень тепло, вы, там, может быть, будете в паларке какой-то там находиться. Вот. Но чаще всего, когда вы куда-то там полезете, вы будете лезть в такой куртке. Если она будет из какого-то, там, супер-купер материала лёгкого, она очень быстро заканчивается. То есть, будьте к этому готовы, что лёгкая, но очень дорогая и очень недолговечная. То есть, не стоит стремиться к супер-лёгким курткам, потому что это практически основная рабочая одежда на маршруте. Хорошо, если у неё есть какие-то усиления, там, на локтях, на плечах, на, здесь, вот, спереди, на тазовых костях, опять же, под рюкзаком. Вот. Ну, соответственно, да, то есть, если мы говорим про синтетическую какую-то тёплую куртку, то можете быть уверен, что если вы, не дай бог, не полезете там на скалы, очень хочется часто, ну, как-то лезть сюда переодеваться. Вы, там, пришли на станцию в этой куртке, вам стало холодно, вы сверху одели тёплую синтетическую вот эту вот из тоже суперлёгкого нежного материала. Вот. А потом вам надо лезть, но холодно, снимать её не хочется. И, в общем, вы начинаете лезть, и к концу верёвки, опять же, ваша вся куртка оказывается в зацепках, в дырках. Вот. Важный момент, что капюшон у этой куртки должен быть достаточного объёма, чтобы его можно было спокойно надеть на каску. То есть, если вы идёте покупать мембранную куртку, идите покупать её с каской со своей. Смерите именно... И чтобы это именно вам, вот, на вас, на вашу каску, с вашей длиной шеи, размером головы эта куртка подходила. То есть, очень часто бывает такое, что, да, капюшон на каску натягивается, но когда вы горло закрываете, в этой куртке жизнь становится невозможной. И, ну, очень удобно, когда есть такая вот вентиляция сбоку, она открывается, и, то есть, если, например, идёт какой-то мелкий дождь, но вам при этом жарко, соответственно, ну, открыли весь пар наружу. Потому что тут мембрана всё равно весь пар не выпустит. Вот. Дождь, соответственно, внутрь не заливается. Да, ещё по поводу капюшона, посмотрите, чтобы конструкция капюшона была такой, когда вы затянете все вот эти вот регулировочки, чтобы он, ну, чтобы он более-менее плотно сидел там, чтобы его ветром не сорвало. Когда вы поворачиваете голову, капюшон должен поворачиваться вместе с головой. Не должно происходить такого, чтобы голову повернули, а капюшон, ну, остался следить, да, ничего не видеть. Ну, наверное. Да, вот на мембранной куртке, в принципе, всякие там кармашки внутренние, там, может быть, где-то на плече, это, в общем, удобно. Опять же, потому что она, как бы, чаще всего это то, в чём вы там ходите, работаете, и туда можно удобно много всего разложить. Аксессуары, их так часто называют, производители снаряжения. Значит, некая шапка тёплая, которую вы будете одевать на голову, вы должны учитывать, что вы её, что вы на неё сверху будете надевать каску. Сейчас я её повторяю. Вот, это что-то, ну, вот, мне тоже нравится из материала Softshell, то есть это что-то, что выглядит примерно таким образом, то есть она закрывает уши, и при этом, ну, никакой образом ничего здесь не мешает одевать сверху каску, при том, чтобы, ну, соответственно, каска сидела правильно, достаточно глубоко на голове, чтобы вам ничего в голову там не давило. Ну, тоже иногда бывает так, что там новички приезжают в горы с шапкой с помпомом. Хотя, где-то я какую-то я каску увидел, здесь, по-моему, Петцель стал делать женскую каску, у неё там есть такая конструкция специальная, там вырез, чтобы с хвостом можно было ходить. Такая, не знаю, может, помпом тоже существует. Вот, то есть это вот, ну, у меня там основная тёплая шапка, в которой я, ну, там, и на биваке хожу вечером, вот, и на маршрут её одеваю. Ну, называется подшлем. Вот, для, ну, я, зима это вообще, как бы, отдельная тема, но какие-то там фишки, которые есть про зиму, то есть, вот, там, термобильё, например, я, ну, показываю, рассказываю. Вот, значит, вот, тоже очень замечательная такая штука для зимы. Это, собственно говоря, подшлемник, который позволяет закрыть лицо. То есть зимой без такой штуки, в принципе, вообще делать нечего. Вот. Значит, есть подшлемники, которые у них просто, просто вот здесь закрыты. То есть такая идёт маска, здесь дырочки такие. Вот. При сколько-нибудь активной физической работе я в такой маске обычно задыхаться начинаю. То есть и так, в общем-то, кислорода не хватает. Вот. Вот. Ну, смотрите такие варианты, которые закрывают нос, но при этом не закрывают ничем, собственно говоря, рот и отверстие носа. То есть вот. На мой взгляд, такой, вот, примерно такой вариант, он практически оптимальный. Мне больше всего нравится. Тоже здесь есть лишние, на мой взгляд, вещи. То есть мне вот не очень понятно, зачем эта штука сделана. Она, ну, на каске там сзади сильно мешает. То есть проще здесь было, может быть, какую-то эластичную вставку сделать, чтобы под разный размер она там растягивалась. И очень громоздкие липучки. То есть тоже чувствуешь, что у тебя одет воротник, который на сломанную шею одевает. То есть можно было их, наверное, сделать как-то поминиатюрнее. Вот. Но вот без такой штуки зимой прям совсем грустно. Обязательно, значит, для головы где-то на подходах внизу, где жарко, то есть обязательно нужен какой-то головной убор, который защищает от солнца. Идеально это, естественно, белый цвет, он лучше всего отражает по всему всему всему. Вот. Естественно, ну, там, не знаю, ни один материал не отражает полностью всю радиацию. То есть, ну, если уже учить то, что, в принципе, солнечный удар, то лучше все равно можно. Вот. Но белый цвет, наверное, идеально. То есть у меня всегда есть что-то для... Ну, то есть, понятное дело, что в такой шапке, там, при плюс 30 на солнце не пойдешь, а чем-то голову накрыть надо. Вот. И, значит, наличие бафа. Ну, все знают, что такое баф, наверное. Да, то есть вот такая какая-то бандана. Вот. Значит, я ее одеваю, когда жарко, собственно говоря, и под каспу. Есть там разные всякие варианты, как его можно одевать. Вот. И, соответственно, когда совсем холодно, при помощи него можно еще дополнительно утеплиться, там, плюс к этой шапке. То есть, ну, самый простой вариант. Можно так как-то одеть. То есть просто под каску, чтобы... Не знаю, может быть, это именно там мне актуально, но мне с моей прическами очень приятно, когда каска одета без чего-либо на голову. Вот. Значит, не знаю, как альпинисты, лыжники используют ее вот таким образом. То есть сначала это выглядит довольно смешно. То есть вот она так одевается, чтобы полностью закрыть, ну, горло, щеки, лицо. Вот. И сверху уже у нее одевается какая-то теплая шалка. То есть, в принципе, у нас, ну, большая часть лица достаточно хорошо закрыта, и переход вот, ну, как бы, горло тоже закрывает. То есть, такая штука во всем, с которой можно много чего комбинировать. Гамаши обязательно. Значит, есть вопросы терминологии. Гамаши, фонарики и бахилы. Вот. Ну, значит, я для себя, не знаю, так правильно или нет, я для себя решил, что, значит, вот это вот, это гамаши, вот это вот, это бахилы, которые полностью закрывают ботинок, а такие коротенькие, которые чисто закрывают голеностоп, это фонарики. Ну, не знаю, так это или нет. Вот, значит, вот эта штука, это для зимы. Понятное дело, то есть, в принципе, летом в горах это, ну, только если на высоте, на большой, значит, утепленные вот такие бахилы полностью закрывают весь ботинок. Там тоже, по-моему, здесь не прямолов, это лейт. Вот. Значит, минус таких бахил в том, что без кошек в них ходить, мягко говоря, небезопасно, в принципе. По снегу пойдут, то есть они достаточно скользкие. Существуют такие, значит, утепленные бахилы без подошвы, то есть там идет просто перемычка такая. То есть у вас резиновая подошва остается полностью открытой. Наверное, лучше такие смотреть. Вот. Что касается гамашек, то есть основная их задача закрывать область между штанами и ботинком, чтобы внутрь ботинка у вас не сыпался снег и мелкие камни. Что, в общем, тоже достаточно часто неприятно. Значит, у них большинстве случаев достаточно, чтобы они были просто на липучке. То есть я встречал варианты, когда, например, идет и молния, и липучка. Мне кажется, это излишне, это опять же лишний вес. Молния-то все равно рано или поздно обломается. То есть достаточно хорошая широкая липучка, она полностью эту функцию выполняет. А может быть спереди, сзади, не знаю, разницы особо-то, наверное, нет. Значит, крючок для крепления за шнурки ботинка, чтобы, соответственно, у вас домашние не слезали наверх. И важный элемент – это вот этот ремешок, который идет под ботинком. Значит, ну, наверное, даже не столько сам ремешок важен, хотя материал его тоже, конечно, имеет значение, сколько замочек, которым он крепится. То есть в большинстве случаев почему-то этот замочек очень какой-то фигурой бывает. И он буквально через 1-2 поездки уже полностью разваливается и перестает работать. И приходится просто там как-то привязывать или пришивать. Вот. Бывает здесь тросик стальной сделан. Вот. Можно всегда, ну, то есть, рано или поздно он перебивается. Ну, и там, и тросик, и ремешок этот. Вот. То есть чаще всего можно там из какого-то из ремшура сделать дырки, узелочек, ставить, привязать. То есть, в принципе, починить себя легко можно. Вот. Ну, дешевые, простые, ну, в основном очень быстро убиваются. То есть их бывает, что там даже на одну поездку не хватает. Поэтому, в принципе, ну, то есть смотреть, чтобы все-таки материал и производство было более-менее качественно. Да, еще момент интересный. Здесь, ну, чаще всего присутствует верхняя часть, такая вот затяжка. Ну, типа, чтобы он вниз не сползал. Несколько раз на себе замечал, что там я ее раз, там, подтянул, пошел. И смотрю, что-то у меня ноги мерзнут. Вроде не очень холодно. Вот. Потом как раз ее чуть-чуть распустил, смотрю, минут через пять тепло стало. Вот. То есть не переусердствуйте с ее затягиванием. Она может действительно влиять на кровоток. Да. Значит, перчаток я с собой беру обычно, ну, минимум три пары, естественно. Вот. Для совсем теплых условий для скал что-то вот такого плана. То есть это чисто такие технические перчатки для работы с веревкой, для того, чтобы не ободрать руки на скалах, там, при падении на камни. То есть, что удобно, ну, кевларовое усиление сделано. Есть три пальца открытых для выполнения какой-то мелкой работы, там, карабин размуфтовать, может быть, какую-то там закладочку положить, какой-то мелкий там узелок завязать и развязать. То есть, в принципе, удобно. Вот. Вставка такая мягкая для того, чтобы как-то физиономию протирать удобно было. Ну, они могут быть там без пальцев, то есть, в принципе, тоже нормально. Вот. Есть перчатки, иногда я даже видел люди с велосипедными перчатками приезжают. Вот. Не совсем, точнее, совсем неправильно. У велосипедных перчаток пальцы обрезаны значительно короче. Вот. И если вы будете веревку держать, вот, то, ну, соответственно, если веревка там быстро как-то пойдет, а вы рассчитываете, что вы как бы в перчатках, вы руки все равно обожжете этой веревкой. Здесь пальцы достаточно длинные сделаны, то есть, если вы прижимаете веревку, она, как бы, кожи касаться не будет. Вообще, желательно руки, ну, по возможности вообще стараться ходить в перчатках, потому что даже где-то на траве, через какие-то там осыпи, переходы, ну, запросто можно поткнуться, подскользнуться, упасть. Естественно, вы все время подставляете руки. В горах любые там ссадины какие-то, порезы заживают очень. Ну, точнее, я бы так сказал, вообще практически не заживают. То есть, если у вас какой-то глубокий порез, ну, там, в начале поездки получили, то там, за три недели пребывания в горах, он у вас, ну, как была там болячка какая-то, так она и будет, никуда она не заживет. Спускаешься, там, вниз на равнину через три дня и там ничего нет. Вот. Поэтому вот такие легкие совсем перчатки, в которых тоже, в общем-то, на жаре будут достаточно комфортно ходить, желательно иметь все время защищать руки. Потому что все равно чего-то где-то вы повреждаете, царапаете, кожа начинает трескаться, туда какая-то грязь попадает, становится неудобно все это работать. Особенно если нужно что-то очень сложное там лазить, нужно руки держать в хорошем состоянии. Значит, да, ну, помимо таких перчаток, соответственно, какие-то просто полоровые теплые перчатки, там, они могут быть винблок, не винблок, неважно. Вот. И третье, это какие-то там, рукавицы или, ну, то есть что-то совсем такое теплое, на случай, соответственно, в плохой полоровых перчатках, соответственно, снег, дождем какой-то, то есть они моментально промокают, продуваются ветром, руки замерзают. Значит, это, это могут быть, типа, таких вот перчаток. Особенно, ну, зимой точно надо вот такие перчатки иметь, в которых можно что-то делать, то есть, в принципе, в таких перчатках можно, там, и узлы завязывать, и карабин размухтовывать, и что-то, ну, то есть на рельефе работать, с ними, там, с инструментами лезть можно, голыми руками, ну, там, в минус 25, минус 30, в общем, ничего не получится делать. Буквально вы их там снимаете, что-то полминуты поделали, дальше вы 15 минут руки отогреваете, то есть работать будет невозможно. В то же время в рукавицах тоже толк ничего не сделаешь. То есть для зимы вот такие точно нужны. Для лета, наверное, нет. Ну, тяжеловато и лишнее. Вот, но рукавицы точно нужно иметь, как третьи перчатки. Вот, в рукавицах удобные, в основном. Они могут быть, в принципе, не особо сильно, там, какие-то утепленные. Ну, бывают такие пуховые, там, для Эвереста. Вот, они, в принципе, не нужны. Удобная достаточно вещь, когда, ну, это можно и самому там сделать. Есть вот такой шнурочек, которым она к запястью крепится. Вы в каких-то тонких перчатках делаете... Ну, то есть вот вы идете в этих рукавицах, вам тепло, хорошо. Вам нужно сделать точку, там, закрутить бур, там, положить какую-то закладку. Вы эту рукавицу просто скинули, что-то сделали, то есть она у вас болтается, сделали, и раз садили ее обратно. Вот, можно и делать такую резиночку через рукава, как в детском саду было раньше. Ну, то есть вот рукавицу удобно, когда их можно просто сбросить, что-то сделать, и раз быстро, аккуратно надеяться. Вот, еще, значит, практически у всех производителей перчатки, обратите внимание, они состегиваются таким пластмассовым карабинчиком. Вот, все время их состегиваете, так как вы значительно меньше шансов одну из них потерять. Или, по крайней мере, там, где-то в куче вещей найти, то есть вы одну нашли, вторую никак найти не можете. В общем, когда они вот состегнуты две, гораздо проще их находить. Значит, по поводу носков, носки тоже показывать не буду. Вариантов огромное количество, опять же, с шерстью и без шерсти, там, синтетические полностью. Значит, единственное, что я предпочитаю, тонкий синтетический носок одевать, то есть прям, ну, совсем тоненький такой. Вот, и сверху на него уже трекинговые какие-то теплые толстые носки. Значит, два носка, соответственно, часть трения, которое должно было бы приходиться на кожу, оно переходит на трение между этими носками, то есть, ну, меньше натираются ноги. Ну, соответственно, про хлопчатые бумажные носки я вообще не говорю, потому что, в общем, это, наверное, не актуально. Что касается толстых теплых носков, то две пары. То есть, одни, в которых я хожу, вторые, которые всегда лежат в сухих гермомешке, там, в том же гермомешке, где спальник. То есть, если мне захотелось срочно согреть ноги, я достал, одел сухие эти носки. Потому что в ботинках, в отличие от всей остальной одежды, даже когда очень долго тепло и светит солнце, очень часто ноги остаются долго достаточно холодной, мокрой. Вот важные предметы. По поводу фонаря. Ну, основная разница... Нет, это вот как раз маленький гермомешок со всякими удобными вещами, которые должны быть под рукой. Ну, то есть, он необычно живет в клапане рюкзака. Вот. И там уже живет фонарь, потому что, когда он вдруг неожиданно понадобится... Он всегда, бывает, что понадобится неожиданно. Вот. Он не должен быть где-то очень далеко в глубине рюкзака. Значит, с фонарем какая история важная? Опять же, посмотрите, чтобы он был удобно совместим с вашей каской. Потому что очень часто придется рано утром одевать каску еще в темноте и идти с фонарем. Вот. Если это будет какая-то очень сложная, длительная процедура его одевания и снимание, Вот. Каждый день этим занимаетесь, вы поймете, что вам это надоедает очень сильно. Значит, по поводу... Ну, то есть, фонарь должен быть точно совершенно надежный, качественный, дорогой. То есть, это точно, ну, это как бы не та вещь, на которой имеет смысл это надо. Потому что, если вы по каким-то обстоятельствам окажетесь в темноте, на рельефе где-то, без фонаря, это, ну, значит, такая произвела на меня впечатление, история. У нас выход был в неделю. То есть, мы из лагеря ушли, там и неделю ходили. И уже возвращаемся в лагерь. У меня... Я уже батарейки один раз поменял. А возвращаемся, ну, мы за день там сходили в маршрут, который ходится с ночевкой. И вот мы уже, ну, уже темнеет. До лагеря еще там идти часа четыре где-то, ну, до альтлагеря. Вот, все, включили фонари, идем, все замечательно. И вдруг он начинает там бегать и говорит, что он собирается садиться. Ну, я думаю, ладно, он еще там часа три мигает будет. Вот, а у товарища моего уже фонарь сел. Вот, ну, мы идем, в принципе, как бы, сумерки, нормально, все. Вот, ну, потом в какой-то момент, вот так, в горах бывает, вдруг так пахнет, темно уже стало. Ну, то есть, понятное дело, что фонарь убираешь, ничего не видишь. Вот, он мигал, 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 а мы уже идем, вот, ну, тропа. Просто такая тропа, по которой там беременные женщины на каблуках ходят. Ну, до лагеря часа там, ну, час, наверное, идти. Вот, и вдруг он гаснет полностью фонарь. И ты понимаешь, что вот ты боишься как бы шаг сделать с этой тропы, потому что ты ничего вообще не видишь уже. Где ты находишься вообще непонятно, куда идти тоже нет. То есть, слышишь, что где-то тут вот река там, вода шумит. То есть, ты в часе ходьбы от лагеря, и ты понимаешь, что единственный разумный выход, это просто, в общем, доставать там спальный коврик, вот здесь на тропинке ложиться спать и завтра этот час доходить до лагеря. Что там может произойти, как ты себя будешь чувствовать, находясь где-нибудь там на спуске с маршрута, там, на дельферах, на сложенном рельефе и еще хуже. То есть, в принципе, какой-то там, ну, типа дешевый китайский фонарик покупать, наверное, не стоит. По поводу мощность и вес, понятное дело, что это такие вещи, плавно перетекающие друг к другу. Значит, единственное, что здесь имеет смысл сказать, что существуют фонари с выносным блоком питания, то есть, который на таком длинном проводочке, этот блок питания можно убрать куда-то в карман под куртку. Очень удобная и полезная вещь, потому что в тепле батарейки, аккумуляторы работают значительно дольше и плюс еще, если это такой блок из четырех батареек 2А, то он у вас на затылке где-то на башке будет болтаться, надоедает за целый день. Вот, то есть, гораздо лучше под куртку куда-то его в карман брать. Соответственно, ну, бывает на аккумуляторах фонарики такие, которые там, типа, USB заряжаются. Мне кажется, наверное, для каких-то экспедиционных мероприятий это не очень актуально, потому что лучше иметь с собой запас. Хотя, опять же, при наличии всех этих аккумуляторов, которые с собой можно таскать сейчас, в принципе, тоже решаемый вопрос. Очки, значит, ну, главные два, в общем-то, критерия это защита от ультрафиолета этих очков. То есть, опять же, если будут какие-то, там, дешевые, не пойми какие, там, очки за 500 рублей, практически наверняка можете быть уверены, что, там, по высоте 3-4 тысячи метров на льду глаза сгорят от ультрафиолета. То есть, ну, ожог глаз или, там, как это называется, снежная слепота, это, в принципе, ожог сетчатки глаза обычно. То есть, он проходит через некоторое время, но, на самом деле, все это... То есть, это очень-очень неприятно, болезненно. Ощущение, как люди рассказывают, что, там, в глаза песок насыпали, и, там, человек 2-3 дня может вообще ничего не иметь. Соответственно, там, целые спасательные работы, его нужно как-то довести до лагеря. Вот, значит, соответственно, впереди хорошие, качественные, нормальные очки с гарантированной степенью защиты от ультрафиолета. Их, вроде как, 4 существует, наиболее часто применяемых. То есть, вот, для гор, о которых мы говорим, это, значит, третья, четвертая степень защиты. Вот. Что интересно, что на очках с четвертой степенью защиты всегда написано, что в них нельзя водить машину. Чтобы они, видимо, слишком тёмные. Вот. И второй важный момент, чтобы они достаточно хорошо у вас прилегали именно по форме вашего лица. То есть, чтобы не было нигде никаких зазоров. Очень часто бывает такое, что люди, ну, не то, что сжигают там глаза, но достаточно сильно глаза потом болят, режут. Когда по снегу, по льду идёшь, ультрафиолет отражается снизу и попадает всё равно в глаза. То есть, надо, чтобы у вас всё достаточно хорошо везде было закрыто. То есть, одеваете очки, смотрите, что нигде, ни сверху, ни снизу, ни сбоку. В этом плане есть другая проблема, что, в принципе, чем сильнее очки прилегают, тем больше вероятность, что они начнут запотевать при активной физической работе. Вот. Но тут тоже надо выбирать, смотреть вещи такая индивидуальная. А маски? А? А маски? Маска горнолыжная, да. Ну, единственное, что в ней, опять же, может быть, жарковато. Вот. Ну, смотрите, опять же, чтобы она с каской была совместима в плане высоты. Вот. И зимой совершенно точно горнолыжная маска. Это очень удобно. Прям. Супер. То есть, вот такой подшлебник, одеваешь горнолыжную маску, и вообще-то как в стафандре. Вот. Ну, по поводу... Мешочек с важными вещами. Значит, нож... Вообще, есть такая тема, что, значит, нож и зажигалка всегда должны быть где-то в кармане, под рукой. У меня обычно, вот, там, жилетка, куртка теплая, мембранная куртка, рюкзак. Вот, там везде лежат зажигалки. То есть, особенно где-то в лагере, на Белаке, очень удобно. Я всегда знаю, что я, сунув руку на грудный карман любого, чего у меня одета, у меня там всегда есть зажигалка. То есть, все время какую-то там что-то приготовить, чай скипятить. Они все время у всех теряются, у кого нету, все там друг друга просят. Вот, очень удобно. И, в принципе, с ножом такая же вещь. То есть, он где-то... Значит, нож... Ну, вот, летом одна девушка из новичков приехала с таким тесаком классным, нескладным, такой, с кожаными ножнами. Ну, отважно его с собой носила, но, в общем, смысла, естественно, никакого в этом нету. Вот. Желательно, чтобы он был складной, чтобы, опять же, его в карман куртки куда-то можно было убрать. И достаточно небольшой повесок. Очень нравится вот этот ножик. Опинель. То есть, ну, материал, сталь. Там есть двух вариантов. Есть из... просто есть стальной, есть из нержавейки. Вот. Вот этот вот из нержавейки. Ну, причем, он... ну, там, я с рядом ножей его сравнил. Он, действительно, достаточно легкий получается. Ну, по крайней мере, там, вот этот размер. Лёшник, он 10-го, скажем, был. А, номер 8. Вот. Ну, рекомендую. И никакими обязательствами с этой фирмой не связано. Вот. Мне очень нравится. Зажигалка. Ну, значит, огниво, я думаю, все себе представляют, что такое. То есть, это вот такой стержень из, ну, насколько я знаю, там, магний. Вроде как, в нем содержится. Вот и все таким вот образом позволяет. В принципе, ну, преимущество в том, что даже когда он там полностью промок, его где-то там просто об одежде вытер, ну, или несколько раз почиркал, он всегда дает достаточную скрусть для того, чтобы, ну, горелку точно зажечь легко всегда можно. Ну, не знаю, надо и там, или не надо. Но, в принципе, вещь интересная. Вот. И я всегда ношу с собой несколько таблеточек сухого спирта. Ну, там буквально три-четыре. То есть, в принципе, там тот же костер разжечь очень легко. Они сейчас там есть такие, которые, как спички, прям ее чиркают, что бумага, она загорается. Вот. И, ну, там, вариант в том числе с использованием спасательного одеяла. То есть, вы накрываете спасательным одеялом, эту таблеточку зажигаете, и там становится просто как в сауне комфортно. Хотя там казалось, что вы сейчас окочуете. Значит, часы. Вот. Всегда, ну, там, когда начинал ходить, очень так смешно было смотреть на всяких вот таких яденников инструкторов, у которых на пузе, на шнурочке висят часы. Вот. Сейчас я, в общем, тоже к этому пошел. Вот. То есть, у меня часы выглядят вот таким образом. Ну, у некоторых производителей есть прям такие модели, которые, ну, надеваются не на руку, а висят здесь. Значит, чем это удобно? Часы на руке, особенно если вы лезете по скалам, они у вас будут все исцарапанные, они, ну, мешаются, там, и на руке мешаются, и куда-то руку засунуть неудобно. Вот. То есть под курткой на шее висят, то есть, да, там, я бы посмотрел. Достаточно удобно. То есть мне на руках не нравится носить. Вот. Значит, часы обязательный, в принципе, элемент. Я очень удивляюсь, как люди часто приезжают, ну, там, новички, особенно, то есть приезжают, а иногда даже не новички, люди, которые там много лет уже ходят, они показывают, что у них часов нет. Для меня это вообще-то такое непонятно, потому что, то есть все время, я все время отслеживаю все свои действия, то есть, что, сколько занимает времени, сколько еще там осталось, то есть, ну, все время какую-то тактику, за ней следишь, смотришь там свое состояние, насколько-то быстро двигаешься. Ну, опять же, там радиосвязь какая-то, то есть, как без часов можно, но некоторые ездят. Значит, ну, то есть, хотя бы просто часы с будильником. Вот. Очень классно, если там есть барометрический альтиметр, который позволяет, значит, во-первых, он позволяет отслеживать вертикальные перемещения, то есть, как-то ориентироваться, потому что в километрах по расстоянию в горах ориентируется практически бессмысленно. То есть, в основном, время и набор высоты. Вот. И второй момент, что по ним достаточно хорошо можно смотреть за атмосферным давлением и, в общем-то, прогнозировать погоду. То есть, давление падает, значит, погода ухудшается, давление растет, есть шанс, что улучшится. Не всегда они, особенно, ну, то есть, не GPS, а именно барометрический альтиметр, его всегда нужно калибровать. То есть, вы знаете точку, где геодезически точно измеренная высота, и вы в этой точке всегда стараетесь выставлять эту высоту, потому что от перепадов давления он немножко там сбивается. Вот. Но, в принципе, нас интересует не столько там абсолютная высота, а сколько изменений этой высоты, перепадов. Вот. И спасательное одеяло, то есть, это вот, ну, пленка такая, абсолютно обязательно при себе иметь. То есть, я даже очень люблю вот на лыжах бегать, там, на велосипеде кататься. Я, там, на 3-4 часа, вот там, уезжаю на лыжах в лес, я эту штуку с собой беру. Потому что ты там, ну, чего угодно может случиться, упал там, сломал ногу, не можешь идти, ну, телефон есть, да, там, позвонить. Но, пока ты будешь 2-3 часа сидеть ждать, что к нему тебе там кто-то придет, можно за... на рощу. Вот. Такое одеяло, ну, позволяет... С другим с кем-то что-то случилось, человек получил травму, не может двигаться, вы всегда можете, вот, ну, такую минимальную, но очень хорошую помощь ему оказать, по крайней мере, согрев его. Оно действительно реально работает хорошо. Значит, то есть, у меня не было, там, 10 лет занятий альпинизмом, ни одной холодной ночевки. То есть, это незапланированная ночевка на маршруте, когда у вас нет с собой там спальника, палатки, еды там, Но, если вдруг такое случится, то, в принципе, при помощи такой штуковины тоже достаточно комфортно можно пережить ночь, дождаться рассвета. У меня здесь еще в нем лежит такая вот упаковочка с, значит, охотничьими спичками, ну, такая, типа, вакуумная, герметичная. В принципе, ну, там, не знаю, 5 грамм весит. Лежит и лежит, вообще. Ну, по поводу спальников основной вопрос – это вот температура, которую на них пишут, что там комфорт, экстрим, не очень понятно, что это такое. Есть у разных производителей свои определения, что они считают комфортом, да, и так далее. Все это очень условно, потому что очень сильно зависит от конкретного состояния человека в данный момент. То есть, элементарно может зависеть от того, поели вы или вы уладны, устал человек, не устал, на чем он лежит, этот спальник. То есть, ну, это, там, палатка на леднике стоит, или она стоит на травке какой-то там, или какой у вас под ним коврик. Вот, поэтому, здесь, наверное, имеет смысл ориентироваться. То есть, если вы сравниваете разные модели, там, разных производителей, ориентируйтесь на… обычно всегда написан именно вес утеплителя. То есть, как говорю, вот, вес, там, чистой прямоловки, там, или пуха, который в этом спальнике… Понятное дело, что от конструкции спальник многое зависит, но, наверное, более-менее такой ориентир – это вес наполнителя. Опять же, есть варианты синтетики и пуха. То же самое. Пока, как бы, ничего по соотношению веса и тепла лучше пуха нету, но если он промокнет, то, в общем, будет грустно. Я стал, значит, в какой-то момент использовать такую модель. У меня, значит, есть пуховая нога, так называемая. То есть, просто такой вот… Ну, соответственно, вот я в него вот так примерно влезаю. У него нет никаких молний, ничего. То есть, он за счет этого достаточно легкий материал, вот такой, легенький очень. То есть, он весит, там, 800 грамм. Вот. Опять же, в сочетании с курткой, очень часто, там, этой штукой вполне достаточно… Ну, летом уж это точно совершенно. С теплыми штанами, в принципе, и одев на него сверху рюкзак, вот, и во внутренниках от двойных ботинок, вот, я в нем ночевал на седловине и брусе, на мой взгляд. Ну, было холодно. Но, по крайней мере, не поморозился. Вот. Значит, вот такая вот пуховая штука. Но, соответственно, что делать, если он намокнет? Да. К нему еще у меня есть… Значит… Ну, я его с собой не взял, я взял немножко другой спальник. Но, значит, такой, совсем тоненький, легенький спальник из того же самого Прималофта. То есть, который буквально там… На нем написано, что у него там, типа, экстрим, там, до минус пяти. То есть, в минус пять, короче, можно уже окочуриться. Вот. Но такой же спальничек, который вот индивидуально, он там весит тоже грамм 700. Вот. То есть, его одеваешь сверху на вот этот пуховый, становится вообще просто отличное тепло. То есть, для лета в горах там до пяти тысяч совершенно нормально. И самый главный момент, что, когда вы сверху на пух одеваете синтетику, синтетика вытягивает всю влагу на себя. То есть, за счет того, что вы греете его изнутри, влага испаряется, она вся выходит в эту синтетику. Тоже, то есть, примеры жизни. Я вот абсолютно промокший, весь в мокрой одежде. Мы пришли, ну, у нас уже стоял лагерь, но вот шли всю дорогу под таким дождем со снегом. Вот. И я просто с себя мембрану всю, значит, снял. Абсолютно мокрый залез вот в этот пуховый спальник. Сверху тоненький синтетический. И, в принципе, через какое-то время мне стало тепло, я уснул. И там минут через 40-50 проснулся мне тепло. Одежда сухая, пуховый спальник сухой. И вот, ну, сверху мокрый синтетик. То есть, он на себя все это вытягивал. В принципе, он, ну, тоже через какое-то время, в общем-то, более-менее. Но, опять же, если это прямолов, то, я говорю, в нем мокро. В общем-то, тепло. При больших минут сух не получится, что он сразу на один раз. Да. На нем просто корк льда такого иния образуется. Его прям газ выходит, что с палатки вытрякиваешь, и он сухой. То есть, он все равно продолжает сохнуть, несмотря на то, что он на один раз. Даст, даст. То есть, ну, нормально работает, зимой тоже. Вот. Это, значит, коль скоро все равно о спальниках говорим. Значит, вот, я баню вклад. Долгожданное изделие. Вроде чего-то такое появлялось у Сильвера, но куда-то исчезло. Короче говоря, сделали двухместные спальники. Вот. Вот. О ней там есть три варианта толщины. Это вот самый тоненький. То есть, если вы в двойке собираетесь совершать какое-то там восхождение в стиле fast and light, то это просто супер вещь. То есть, ну, соответственно, если вы вдвоем залезаете в любой спальник, ну, то есть, при той же толщине, при том же утеплителе, там в любом случае будет теплее. Поэтому вы сразу экономите в весе и имеет то же тепло. Вот. Если у вас у обоих, например, есть такая фуховая нога, и вы туда залезаете, то там, ну, можно, я не знаю, в минус, наверное, там, в 20-30 будет нормально. Вот. Но, в принципе, ну, понятное дело, что на каких-то там супер восхождениях спортивных вы готовы божествовать тем, что, может быть, вы будете там мерзнуть ночью, но, в принципе, вот такого, там, я не помню, что-то килограмм, что-то весит, там, тысяча шесть. Меньше, да? Ну, то есть, в общем, это на человека там приходится меньше, чем полкило. Грамм по четыреста веса. В принципе, то есть, во всей одежде туда залезть, там, дожить до рассвета, полезть дальше. Очень удобно. Или использовать его как чехол на другие спальники для того, чтобы дополнительно утеплиться. Ну, и есть там три варианта, то есть, есть совсем толстый. А, там у меня ещё были, я забыл, там же были ещё, где были аксессуары дополнительно. Вот. Очень люблю такую штуку, как белая рубашка в горах приходит. Вот. Значит, она, ну, это не просто рубашка, она, на самом деле, синтетическая. То есть, это такой материал, типа термобелья. Ну, по крайней мере, я пока вот везде, где пыл, я такой один обычно. Выхожу на маршрут, делаю рубашки. Вот. Значит, почему я это делаю? Ну, во-первых, она очень классно, опять же, отражает солнце. То есть, когда жарко, идёшь там по леднику, по какому-то... Или даже бывает так, что на ночёвках, например, там, сходил на маршрут, спустился. Ну, хорошо, когда вы спускаетесь по обеду, аккуратно. Вот. Это замечательно в плане того, что у вас есть время отдохнуть, там, прийти в порядок перед следующим днём. Но это очень тяжело, потому что ты целый день ходишь под каким-то адским солнцем. Но есть хорошая погода. Вот. И очень хочется на себя что-то надеть, а у тебя только чёрное термобельё синтетическое. И ты так выходишь, используешь это, спасательное одеяло, чтобы как-то спастись. Вот. Вот белая рубашка очень, в этом плане, приятная. Плюс, у рубашки есть воротник, который замечательно закрывает шею, его поднимаешь. Вот. И, ну, там, рукава можно закатать, можно раскатать. То есть, судяк, мне идея очень нравится. Единственное, что, опять же, я не... Вот конкретно эта Nord Face, вот, она там каких-то, не знаю, сейчас уже безумных совершенно денег стоит. Вот. Но... Чтобы вот прям она белая была. Вот. Но я уже, наверное, конкретно эту лет семь использую. Очень боюсь её потерять. Вот. Удобная штука тоже. Может попробовать, мне понравится. Ну, соответственно, там всякие футболки, шорты, штаны там, чтобы в лагере ходить. Ну, это просто как специфика. Так. Коврик, сидушка. Ну, основной вопрос по поводу... Ну, сидушка, то есть, это необычно просто кусок пены из любых там обрезков каких-то. Но она у меня всегда есть. И, опять же, она где-то всегда рядом лежит. То есть, шёл-шёл-шёл так. По поводу коврика, основной вопрос там, типа надувной или из пенки. Минус надувного коврика, что, в общем-то, его, по идее, вроде как можно проткнуть и, в общем, остаешься без коврика. Основной плюс, это, конечно, компактность. То есть, вот, вот этот коврик. То есть, вместо вот этой вот трубы сбоку рюкзака, которая всегда... Особенно, если, опять же, это технический какой-то маршрут, там лезешь куда-то. То есть, это всё мешается очень. Меня лично раздражает, занимает кучу места. Вот, то есть, вот эта штука весит даже легче. И он у меня всегда внутри рюкзака спокойно. То есть, ничего лишнего снаружи нет. Вот, значит, по поводу размеров коврика. Тоже, ну, не вижу смысла брать коврик на всю длину, там, с макушки до пяток. Во-первых, голова всё равно всегда лежит на какой-то подушке, там, на чём-то. То есть, там, коврик не нужен. Я считаю, что вот вполне достаточно иметь коврик до... Ну, то есть, вот он идёт, получается, от плеч до колен. То есть, это вполне... Ну, опять же, там, если на животе лежить, чтобы у нас колени были на чём-то тёплым. Под ноги рюкзак, там, сидушка та же самая. В рюкзаке в спине практически всегда пенка есть. То есть, её под ноги всегда хватает. Вот, соответственно, за счёт того, что он такой короткий, он легче. Вот. Есть надувные коврики, у которых вообще внутри ничего нет. То есть, они просто прям совсем надувные. Они вообще там суперкомпактные, вообще ничего не весят. Практически. Но вот ты его, если проткнёшь, он точно уже совсем тёплым не будет. Вот. А вот эти коврики, так называемые, самонадувающиеся, то есть, там внутри пена. Соответственно, вы, когда его открываете, он вот начал всасывать воздух. То есть, пена распрямляется, она уже сама по себе набирает какой-то объём. То есть, необязательно полностью весь надувать. Поставили палатку, открыли его, бросили внутрь, пошли там ставить воду. Закипать. А там раз пришли, он у вас уже наполовину надулся. Вы сможете его просто чуть-чуть подкачать. Значит, за счёт того, что там внутри есть эта пена, даже если он у вас прокололся и полностью сдулся там за ночь, в принципе, вы на голой земле всё равно не окажетесь. То есть, какой-то слой, что-то такого будет. У меня прокалывался коврик, ну, как бы на выходе, на маршруте. Очень, в принципе, он, ну, при наличии ревнобора, то есть, вот, такой пакетик с закладочками и с трубиком клеем, ничего не весит. Ну, по крайней мере, весит точно легче, чем разница между этим ковриком и вот этой вот трубой. вот, в принципе, легко заклеивается, никаких проблем нет. Ну, главное, эту дырочку моете. Основная проблема. Ну, в принципе, это за, там, за четыре года, как вот, я использую сдувные коврики. Вот один раз, который был, что он сдув. Вот. Да, ну, они, соответственно, опять же, есть там разных всяких производителей. Ну, можете посмотреть, что вот, коврочки, по сравнению с ними, по крайней мере, по цене очень сильно выигрывают. Ну, по использованию, там, у меня тоже пока никаких претензий нету. Ну, то есть, наверное, раза в два, наверное, точно дешевле. Посуда. Ну, по поводу посуды, в общем, основное, ну, понятное дело, что там вес имеется, то есть, ну, не надо с собой брать эмалированную такую миску какую-то вот такого размера. Значит, единственное моё, как бы, желание, что что-то одно есть, то есть, либо миска, либо крошка должно быть таким, чтобы это можно было на тарелку поставить и закипятить. Вот. То есть, если у вас какая-то там силиконовая миска, там, классная, термо, и которую держать не горячо, то, значит, соответственно, должна быть… То есть, если и миска, и кружка термо такие, вот, то получается, что, ну, там, вы оказываетесь в какой-то ситуации, когда вам не в чем будет просто разогреться, закипеть воду. Закипеть воду в термокружке вверх можно. Ну, я видел… У нас был один дяденька, который каждое утро выходил из своей палатки и страшно матерился, потому что кто-то обязательно сидел, и его кружку приёмно горела в термокружке. Он никак не мог… Это когда только-только стали появляться эти термокружки, он никак не мог людям объяснить, что это бессмысленно. А вообще, на самом деле, если речь идёт о каком-то минималистическом стиле, то, наверное, вот такой одной кружки вполне достаточно и вместо миски в том числе. Вы из неё поели, налили туда чай, поболтали, и, опять же, на ней можно замечательно всё, что нужно приготовить. Чем мне нравится конкретно размер вот этой кружки… То есть, в принципе, можно было бы и поменьше. Вот. Но эта кружка ещё классна тем, что вот такой баллончик туда убирается. Тоже… Так, просто фишка такая. Раз, раз, раз. У меня такой вот комплект. Баллон такой… Ну, в принципе, это на… Одному человеку, в общем-то, можно два дня. На таком баллоне прошло. То есть, соответственно, в двойке, ну, на день. То есть, ну, то есть, как завтрак, обед, ужин, мы говорим. С учётом таянии снега? Со снегом. Если ещё с условием использования джетбойла, то, наверное, даже ещё побольше. Потому что джетбойл, в принципе, экономит. Вот. То есть, в принципе, если у вас там восхождение какое-то с одной ночёвкой планируется, в принципе, на двойку можно такой вот баллончик с собой взять. Вот. Ну, я про ботинки только скажу. Значит, на мой взгляд, вот эта вот модель, которая к сожалению, больше не выпускается уже. Практически идеальный ботинок для летнего такого альпийского альпинизма. Значит, какие важные моменты для альпинистских ботинок? Жёсткая подошва, не гнущаяся. То есть, не то, что она там просто жёсткая. Она вообще, ну, практически вообще никак не гнётся. Вот. Значит, чем это хорошо? Хорошо они тоже там в кошках как-то, да, ходить. То есть, вы очень часто приходится ходить по разным камням без тропы. Если у вас мягкая подошва, то очень быстро устает стопа. Особенно, если это какие-то камни такого среднего размера, то, что у вас как бы ботинок всё время между этими камнями попадает. Вот. Стопа очень сильно устает. Плюс, соответственно, в жёстких ботинках, по момент того, что вы меньше устаете, у вас меньше шансов каким-то образом травмироваться. вы можете ногу ставить там практически вообще в любое место, как попало. И, ну, то есть, гораздо легче идти. То есть, вы просто тратите меньше сил на то, чтобы там выбирать место для ноги, как-то там её ставить. Просто идёте, сворачиваете все эти камни. Ну, плюс, соответственно, для работы на льду, конечно, жёсткая подошва значительно удобнее. Второй момент – это совместимость этих ботинок с кошками. То есть, либо у вас, например, ну, что я себе слабо представляю, что у вас есть кошки и нет ботинок. Скорее всего, наверное, ну, бывает такое, что человек сразу всё покупает. То есть, надо либо идти ботинки покупать, имея кошки, и выбирать ботинки, на которые ваши кошки… Ну, то есть, помимо того, что вам должно быть удобно, комфортно, это ваш размер там, всё остальное вас устраивает, надо ещё проверить, чтобы на них нормально вставали кошки. Либо, соответственно, наоборот, вы идёте покупать кошки со своим ботинком, который не дома его оставляет, а идёт вместе с ним в магазин. Вот. Значит, ну, ранты для кошек спереди, сзади… Значит, есть вариант, когда есть только сзади ран под крепление кошек, а спереди вы берёте кошки с мягким креплением – это, в общем, вполне нормально. на маршрутах первой, второй, третьей категории сложности, в принципе, и абсолютно мягкие кошки тоже совершенно… Ну, при условии хорошего, жёсткого ботинка, в общем, нормально совершенно работать, можно страдить без вопросов. минимальное количество швов, то есть здесь, в принципе, это воплощено, здесь каким-то образом… ну, то есть, по сути дела, здесь швов идёт только вот штучка сзади и, ну, здесь вот, в верхней части. Вот, то есть, соответственно, чем меньше швов, тем, ну, в вода хуже внутрь попадает и плюс, опять же, износа стойкости ботинка. То есть, вот, вот этому ботинку уже, там, 6 сезонов я отходил, но… Ну, я менял резину вот эту, да, но, что касается кожи, она… не знаю, что там с ней должно случиться, чтобы она сносилась. Вот, да, ну, и, соответственно, то есть, выбирайте в воде не столько по, да, по цене, сколько по тому, что… Ну, вам предстоит в них, там, очень много и долго ходить, и потому, что там он будет, там, 2-3 тысячи дешевле, но вы будете, там, под вечер каждый день испытывать адские муки в этом воде всего всего, лучше чуть-чуть больше заплатить, но… Ну, и постарайтесь перемерить вот все, что есть возможность, там, померите, то есть, вы поймете, что в ногу вставили… Насколько жесткие шутки? Не натирайте или не… Это, вот, зависит, скорее, от размера, то есть, длины его и ширины, да, то есть, колодка, вот, как она именно, под какую ногу сделана, а то, что подошва сама по себе жесткая, ну, наверное, требуется какая-то там привычка, я уже не помню сейчас, но, в принципе, проблем никаких. Нога на всем потеет? Ну, потеет. Предпочитаешь с мембраной или не с мембраной? Наверное, без мембраны, ну, опять же, то есть, мне кажется, что это некая такая… больше уловка, чем реальная защита от воды, то есть, через… Ну, без мембраны же ботинки быстрее сохнут. Без мембраны? Ну, конечно. То есть, соответственно, они, опять же, через, там, два-три года использования они промокать будут точно так же, как ботинки без мембраны, вот, но которые с мембраной, они, действительно, будут мокрыми значительно дольше. Вот, эти, в принципе, вот эти ботинки… То есть, если выходишь на сухие скалы и светит солнце, то, в принципе, там, за пару часов они, в общем-то, высыхают. А утеплить им можно ботинками? – Для лета… – Пластик? – Пластик, значит, вопрос основной в том, что в летних горах небольшой высоты, где, соответственно, мало льда и снега, пластик просто убивается быстро. То есть, вопрос на любителя, то есть, в пластике, конечно… Ну, преимущества какие, что вынимаешь внутренник, в нем и спать можно удобно, тепло, и он сохнет быстрее. Вот. Ну, а в камнях, скалы, особенно на осыпях, на каких-то спусках, они быстро уж изнашиваются. Вот. То есть, пластик – это все-таки, наверное, для снежно-ледовых, высотых маршрутов. Вот. Для лета, опять же, диапазон там от двух до пяти тысяч метров, на мой взгляд, утеплительно, неактуально. Опять же, такой момент там, как и со спальниками, то есть, есть какие-то индивидуальные особенности. У одних, ну, то есть, в одной и той же обуви, в одном и том же состоянии, у одних людей многие там больше мёрзнут, у других меньше. Это вопрос, скорее, наверное, кровеносной системы. Как нога конкретного человека там стопжается. Вот. Да. Ну и, соответственно, по поводу размера. То есть, они ни в коем случае не должны быть плотными, сидеть на ноге. То есть, они должны, ну, не должны болтаться, но если они будут давить на ногу, то, соответственно, нога будет мёрзнута в любом случае, потому что это ухудшает кровообращение. То есть, если у вас пальцы упираются в ботинок, значит, есть очень большой шанс этот маркетинг. Ну, и, соответственно, а? Ну, если ладно. Значит, плюс, соответственно, ну, с собой надо иметь кроссовки какие-то там сандали, чтобы, ну, соответственно, шара там, чтобы, может, было в душ сходить. Вот. Значит, попробовал я в этом году такую классную штуку. Вожу очень много вверх, мне очень нравится. Вот. Купил в пятёрочке. Вот такие вот галоши из пены. Ну, то есть, они ничего вообще не весят. Вот. То есть, вот я ухожу там на ночёвке куда-то наверх, вот, иду в таких ботинках, беру с собой вот эти. Съех снаружи кирюкзаку там куда-то суну в карман. Намочить их невозможно. То есть, их, в принципе, вот так вот рукой протёр, они сухие. В них достаточно тепло. Не промокают. Ну, то есть, лёгкая такая штука. В принципе, можно выкинуть без проблем. Ну, стоит 200 рублей. Ну, то есть, вот такая классная. И там, за город куда-то, да, поехал в лес тоже. В них мягко, свободно, классно. То есть, интересная такая фигурь. То есть, вместо тех же каких-то там лишних шлёпок, тапок. Но кроссовки, естественно, всё равно какие-то тоже нужны. То есть, в таких, опять же, там по тропе куда-то с рюкзаком не пойдёшь. Вот. Саша, а вопрос ещё такой, раз про обувь взошла речь. Форсирование рек. Какие реабилитации? В тонкой в обувь. Не, понятно в обувь. В какой? Ну, в которой есть. Просто есть несколько вариантов форсирования. Такие ботинки на мочилках тяжело высушить. Значит, по поводу, ну, форсирование рек. Основная тактика не форсирование рек. Ну, это так получается. То есть, там какие-то неопределые носки в сочетании с какими-то там... Ну, честно говоря, в горах никогда проблем не было. Ну, то есть, даже прошёл там по колено, по пояс, ну, да, носки отжал, пошёл дальше. То есть, никаких сложностей не возникает. То есть, они, в принципе, эти ботинки... Ну, можно там перекур на обед устроить. Ну, если хорошее погода, солнце светит. Да, просто форсировали рек, когда ботинки высыхают только уже на море. Когда мы приехали там через неделю. А так они разошёл, вот и всё, и мокрые до конца. Ну, мне кажется, всё-таки, наверное, нет ботинки. То есть, на солнышке это... Значит, ну, палки, поскольку они в списке присутствуют, то есть, в принципе, каких-то конкретных требований к ним нету, таких жёстких. Важно выбрать... Ну, помимо... Да, то есть, умение пользоваться палками. То есть, именно, действительно их нагружать и разгружать при помощи них ноги, и там, на спуске, на подъёме. Это тоже важный такой момент. Наверное, не буду его затрагивать. Значит, ничем... Я не знаю, вот сейчас кто-то делает или не делает, вот такие замки тоже. То есть, не который закручивает. Вот. Значит, чем он мне понравился, то, что... Однажды, когда палка сломалась, вот, я просто одну вот эту часть сломанную, я её там аккуратненько отломал дальше. Вот. Здесь просто винтик подзатянул, поглубже и его там вставил, и она замечательно функционирует. То есть, можно взять кусок от другой какой-то палки там сломанной. То есть, очень... Ну, вот этот замок, он позволяет достаточно легко ремонтировать сломанные звенья. Плюс, в отличие от вот этих вот, которые закручиваются, он зимой значительно лучше работает. Особенно, когда я там оставил палки на улице, они там покрыли синим, в том числе, внутри. Вот. Значит, удобная штучка такая, когда вот есть ещё ниже ручки, есть ещё такой подхват. То есть, например, идёшь по какому-то склону, вот, тропа идёт вдоль склона, одна часть выше, другая ниже. Вот. И просто той палкой, ну, чтобы не останавливаться, там, не перекручивая, палка, которая выше под склону, её просто перехватился ниже, держишься там, идёшь. Это так же, как и было. Вот. Ну, это, то есть, скорее, такая опция. Вот. Значит, кольца не забывайте. Потому что, ну, иногда бывает, что их снимают, особенно, чтобы они где-то там на тропах, на скалах не мешались. Вот. Но, то есть, на снегу, особенно летом, вот такой плотный, мокрый снег, она всё время туда проваливается, её надо ещё выдёргивать обратно, без колец. То есть, не то, что они становятся бессмысленными, они ещё, получается, начинают там кучу сил отбирать. Вот. По поводу длины, значит, основной момент в том, что, особенно на спуске, хочется палки подлиннее сделать. Вот. Соответственно, если они у вас будут на максимум раскручены, то они становятся очень непрочными. То есть, их достаточно легко сломать. То есть, берите под свой рост палки, ну, наверное, наверное, в идеале, чтобы она, вот, когда она полностью была раскручена, чтобы она, вот, там, в эту, ну, подмышку упиралась как-нибудь. То есть, это, чтобы на спуске вы могли палками вниз упираться. Бывают палки, там, такие, совсем коротенькие. То есть, вверх с ними идти нормально, а вниз, когда захочется раскрутить, они могут легко сломаться. По поводу, значит, того, что такое личная аптечка. Ну, вот, в принципе, перечислим. То есть, у каждого участника в группе должны быть бинты обязательно. Ну, пластырь в рулоне – это вообще вещи индивидуальные, я считаю. То есть, все время что-то где-то там подклеить, натертое, может быть, порез какой-то. То есть, все время идет как расходный материал. Вот. Значит, гемостатические средства – это такие различные, там, губки, порошки, которые на открытую рану. То есть, в принципе, он, ну, здесь такой типа гель, гемостат, в конкретном случае. Вот. То есть, он имеет такую структуру, которая, соответственно, вы ее на рану накладываете, вот, как бы, ну, образует такой, типа, тромб сразу. Вот. Вот. И останавливает карточин. То есть, в принципе, вещь эффективная. Вот. Перчатки, в общем, ну, понятное дело, что речь идет про перчатки такие стерильные, там, гемостатровые. Значит, значит, наверное, скорее вопрос не в том, что там стерильности, там, где занести заразу, где заразиться чем-то. То есть, в общем-то, ну, если какие-то серьезные там травмы, ну, перчатки скорее для помощи другому человеку, пострадавшему. Вот. Вот. Когда какие-то серьезные травмы, там, в общем, уже вопрос не до стерильности. Тем более сейчас уже всякие антибиотики существуют. Вот. То есть, это скорее, наверное, вопрос просто такой гигиенический. Наверное, можно, там, в этой аптечке иметь какие-то простые, там, препараты, типа, там, обезболивающие таблетки, ну, индивидуальные. То есть, там, голова заболела, я там что-то такое съесть. Может быть, там, для живота какие-то. Вот. Ну, значит, соответственно, все ваши какие-то индивидуальные личные препараты, может быть, там, ну, связанные с какими-то индивидуальными вопросами, которых может быть в групповой аптечке. Вот. И, там, всякие витаминки, добавки и так далее. Вот. Значит, эта индивидуальная аптечка, она, конечно, не должна быть какой-то там большой гранат спортеров. То есть, я, опять же, наблюдал, что там идет группа, отделение, и у каждого такой аптечки, там, в языке одну. То есть, если есть, есть нормально организованные мероприятия, есть еще на мероприятии, есть врач, у которого, ну, там, большая аптека совсем необходима, то, в общем, в этом смысле никакого, буквально, там, такая штука. Так, ну, и, соответственно, вот список тоже. Значит, обязательно это крем от солнца. Что касается, значит, факторов, которые на креме указаны. Значит, и вот эта цифра, там, 15, 30, 40, 50, 60... На самом деле, это не то, насколько вот там ядреный крем, а то... То есть, все, все кремы, вот, ну, в плане защиты от гидрофиолета, на самом деле, они одинаковые. Вопрос только в том, насколько долго он действует. То есть, крем, там, с фактором 15, им, грубо говоря, там, в горах нужно мазаться каждые 10 минут, ну, примерно. А с фактором 60 можно, там, раз в 2 часа, ну, примерно. То есть, смысл только, в общем-то, в этом. Без крема точно делать нечего. Да. Вот. Еще очень важная такая штука, это, значит, гигиеническая помада с защитой от ультрафиолета. Вот. Ну, то есть, можно... Они не все, но, оказывается, в общем, есть гигиенические помады с защитой от ультрафиолета. Вот. Очень важный момент, потому что часто то, что там называют лихорадкой, герпесом, то есть, вот, на губах выступает в горах под физической нагрузкой, вот. Связано это не столько, там, с ослаблением иммунитета, там, еще с чем. Это связано именно с повреждением самой, ну, как бы, кожи и слизистой. И уже там начинает активно развиваться, собственно говоря, этот герпес. То есть, если поверхность губ не повреждена и не обожжена солнцем и не потрескана, то практически наверняка никаких таких проблем не будет. Поэтому для этого очень рекомендую использовать помаду с ультрафиолетовой защитой. Ну, так, есть какие-то вещи, которые просто для списка идут. Вот. Значит, у меня тут еще что есть. В этом мешочке у меня есть свисток. Вот. На самом деле, штука достаточно полезная, потому что, ну, они есть достаточно легкие, там, вот этот, 10 грамм весит. Вот. Звук свистка именно, он очень хорошо, отчетливо слышен. Ну, то есть, в горах практически все время присутствует некий фоновый шум. То есть, это вода, там, какие-то камни, еще что-то. Особенно, если вы идете где-то рядом с рекой, вот, человеческий крик, там, его можно не расслышать. Звук свистка, он достаточно хорошо, как бы, от этого фонового шума отличается. И, если вы идете группой, то можно, например, между, там, инструктором и замыкающим, чтобы у них хотя бы был свисток, там, или, там, замыкающий, тот, кто ведет группу. Вот. То есть, если у человека сзади какие-то, там, проблемы, или как-то, там, плохо стало, головная часть группы ушла, вот, то, в принципе, можно, там, договориться о какой-то сигнализации. Ну, то есть, если, в принципе, он начинает, там, орать в этот свисток, он сумасшедший, значит, видишь, что-то не так случилось. Или можно договориться, что тот, кто впереди идет, он, там, один раз свистнул, это, как бы, его вопрос. Ты ему два раза ответил, все нормально. Вот. Так что, можно даже визуально друг друга видеть, но совершенно не перекричать. Ну, включи подошли. Могу свистать. Важный момент – это наличие, ну, как так сказать, маникюрных ножниц. Вот. Значит, опять же, руки, все время вся эта кожа, все это начинает трескаться, облезать. Вот. То есть, обязательно нужно за кожей, ну, то есть, за ногтями, за кожей вокруг ногтей, ну, внимательно ухаживать, потому что это может дойти до таких достаточно болезненных ощущений, проблем, которые уже, там, реально нужно спускаться вниз и, там, идти к врачу. То есть, всю обрезающую кожу, там, обстригать ногти, чистить все это. В этом плане для… Ну, опять же, особенно если идет речь о каких-то, там, сложных лазательных маршрутах, где нужно беречь руки. Ну, тоже, опять же, для списка. Значит, по поводу документов регулярно, особенно на Кавказе, практически во всех районах нужен погранпропуск, ну, часто бывает. Вот. Очень часто люди его забывают с собой праздник. То есть, он у них есть, они его оставляют в лагере и, значит, замечательно. Ну, соответственно, нужен с собой и паспорт, если погранпропуск. Вот. Очень удобно с собой… Ну, точнее, я, как бы, рекомендовал бы всем собой иметь блокноты и карандаш. Значит, блокноты, вот, замечательные, продаются в обзоре им склад. Замечательность их в том, что у них бумага пропитана специальным составом. То есть, вот эти листочки, они не мокнут. Вот. Соответственно, карандаш тоже не мокнет. Им замечательно можно здесь все что угодно писать и подождем там. Вот. Писать, особенно если вы занимаетесь учебным альпинизмом, то не ленитесь постоянно что-то… Ну, все новое, что вы для себя слышите, каким-то образом помечаете, потому что вообще все быстро из головы вылетает, забывается. Вот. Ну, там, те же какие-то там описания, вершинные записки и так далее. То есть, блокнотик, карандаш. Ну, как бы, ручку тоже можно, но она, опять же, имеет свойство в разных погодных условиях переставать работать. Вот. Значит, ремнабор, ремонтный набор. Что у меня туда входит? Вот я с собой таскаю вот такой шнурочек. Очень тоненький, но очень прочный. То есть, его здесь, в этом мотке, там, не знаю, метров 50 точно было, по крайней мере, изначально. Вот. Натянуть там тент, какие-то тяжкие для палатки сделать, которых не хватает. То есть, в принципе, его вот этот синтетический, это, там, паракорд. Вот. Его даже такого диаметра вполне достаточно. Ну, что-то там отремонтировать, привязать. Можно отдельно, там, отмотать себе 20 метров на что-нибудь. Вот. Обязательно, да, ну, вот этот вот ремнаборчик для заклеивания, там, палатки, коврика, гермомешков, еще чего-то. Парочку хомутов. То есть, они, пока их нету, в принципе, их применять некуда. Как только они у вас с собой есть, обязательно найдется, что ими можно по пределу. Очень удобно. Хотя бы штучки две всегда с собой. Вот. И вот, ну, то есть, необязательно с собой вести, там, катушку, набор иголок. То есть, просто, опять же, это прочная, ну, прочная, более толстая нитка синтетическая, которую, там, руками не разорвешь. Вот. То есть, просто, ну, там, на кусок картонки отмотать себе, там, 10-15 метров, чтобы что-то зашить, вполне хватит. Да. И, значит, никогда не забывайте, если у вас с собой кошки, всегда в комплекте с кошками идут ключики к нему. Вот. Очень часто бывает так, что надо что-то там отрегулировать, закрутить, открутить. У всех разные кошки, то есть, обычно. Вот. То есть, я вот для своих кошек конкретный набор у меня всегда с собой. Ну, он, к сожалению, там, имеет какой-то вес, но лучше потерпеть чуть-чуть, но быть в состоянии привести своей кошке себя в порядок. Да. Ну, и очень такая полезная штука, ну, может быть, это не обязательно индивидуально, но такая ремонтная трубка для палатки. То есть, для дуги, если у вас сломалась дуга палатки, она продевается через нее дуга на это сломанное место, и, как бы, такая шина на это место замечательно фиксирует, и палатка лучше работает. Вот. Ну, у меня она всегда есть, в общем, ничего не весит. Может, из нее что-то еще полезное может быть. Соответственно, ну, для всех электроприборов, что у вас там фонарик, GPS, фотоаппарат, соответственно, нужны какие-то комплекты, заблугать их. Опять же, если вы выбираете там, у вас, например, что-то есть, вы выбираете еще какой-то электроприбор, попробуйте сделать так, чтобы у вас вся электроника была на одинаковых батарейках. Тогда, соответственно, этих запасных батареек придется с собой, ну, можно взять с собой меньше. По поводу фото, единственное, что я хотел сказать, значит, я для себя, ну, вот у меня вот такой фотоаппарат небольшой. Ну, сейчас, в принципе, этот фотоаппарат там семь лет назад покупал. Сейчас они уже при тех же функциях стали, в принципе, компактнее и легче. Ну, вот он у меня на страховочке. Опять же, из того, что он паракорд сделал. Вот. Значит, я для себя такой вот придумал вариант одевания на шею. То есть, если он у вас лежит там в клапане рюкзака где-то, ну, его можно было с собой вообще не брать. Потому что, как бы, фотографировать хорошо именно, когда вы в любой момент времени что-то увидите через фотографию. Вот. Значит, я сделал вот такой вариант. У меня идет резинка, которую я вокруг тела одеваю, и петелька уже на шею идет. И вот таким образом я его на себе ношу. То есть, его, в принципе, можно... Ну, там, идешь вперед можно сдвинуть. Он не отваливается, не отвисает за счет резинки. Вот. И его можно всегда там сдвинуть назад, в бок, в другую. То есть, вот. Ну, я для себя такую систему, такое вот, крепление фотоаппарата. Ну, может, мне хотелось бы, чтобы там чехол был какой-то типа пластиковый. Хотя, опять же, при наличии там сейчас GoPro, это уже, может быть, не очень актуально. Термос. Значит, в принципе, в какое-то время я пренебрегал. Ну, как бы, черный с собой потаскать, чехол, шелезяк, тяжелый. Вот. Есть же горелка, там всегда можно скиппетит. Но, по крайней мере, если у вас праздневный выход какой-то, то есть, утро-утро вышли, там, поздно-вечером пришли, то, в принципе, очень удобно. У каждого индивидуально где-то, там, от пол-литра до литра. Ну, вот, мне кажется, там 0,75 – идеальный объем. Каждый участник, если есть такой термос, очень хорошо. То есть, экономит, да, вы несете с собой лишний вес какой-то там, но это экономит время, там, силы, просто приятно и комфортно. Вот. Значит, по поводу гидраторов. Казалось бы, вроде там, ну, гидратор – это питьевая система. Все знают, что гидратор. Некая емкость, значит, в которую наливается вода, и трубка, которая позволяет, значит, эту воду на ходу достаточно удобно употреблять. Ну, воду там, может быть, что-то в ней разводить. Значит, вот, вроде казалось бы, они там все одинаковые, но есть тоже свои небольшие отличия. Вот, как минимум, у вот этих двух разница в весе в два раза. То есть, один весит 200 грамм, другой – 100. Цена, правда, тоже немножко разная. Вот. Но, ну, у этого единственный плюс в том, что, значит, он полностью открывается, и его там можно хорошо там помыть, просушить. Ну, в общем, учитывая его вес, мне, в принципе, да, это пофиг, потому что он замечательно открывается. Вот. Такое вот, ну, да, его, наверное, там. Ну, там есть специальные ёршики, там, для них, вот. Вот. Но, да, причем он обычно идет еще в комплекте сразу, помимо вот этой трубки, здесь просто крышечка идет. То есть его можно использовать просто как емкость для хранения воды, подвесить где-то там, хоть в палатке, наливать из нее воду для отгорелки. Вот. То есть, в принципе, штука удобная. Можно, правда, просто пластиковую бутылку, так сказать. Особенно клаву. Да, есть такой момент, но, значит, во-первых, это все-таки актуально, наверное, при температурах, ну, хотя бы, там, минус 10. Ну, опять же, в летних горах редко так бывает. Вот. И там уже, ну, при таких условиях, наверное, им не будешь пользоваться, влевшим, подальше. Вот. Плюс, соответственно, нужно, то есть, когда попил из него воду, нужно туда дунуть, чтобы вода ушла обратно, то есть она не оставалась в трубке. Да. То есть есть еще, как бы, всякие вот такие чехольчики, там, для бумаг для каких-то. Ну, в основном, что там удобно носить, это описание карты, там, маршрутный лист, еще что-то. То есть, в принципе, ну, это, скорее, может быть, групповое, там, что-то такое. То есть, в отличие от каких-то, опять же, файлов, ну, файлов носить бессмысленно, но все равно все промок. А это такой тип гермомешок для формата А4. Тоже такая интересная, полезная штука. Помимо блокнотов, есть еще такие книжечки. Значит, они бывают даже вообще там, то есть страница не с пропиткой, они вообще пластиковые. Они там вообще вечные. Вот. Это вот такая книжечка, прям целый специальный, ну, типа, как дневник. Здесь можно прям по дням расписывать, вести там наблюдение погоды. Здесь есть всякие памятки на всякий случай, там, типа, как общаться с вертолетом. Состав группы. Ну, короче, такая прям специальная маршрутная книжка практически. Ну, пора, в принципе, закругляться, в общем. Значит, по поводу горелки. Есть, соответственно, есть горелки газовые, есть горелки для жидкого топлива, для бензина, есть горелки мультитопливные. Плюсы и минусы какие. Значит, газ не воняет, им нельзя запачкать все в рюкзаке, если он вдруг там протечет. Но при сильно низких температурах преимущественно использовать жидко-топливной горелки, бензин, потому что газ, ну, там, при минус 30 и далее, ну, даже, наверное, при минус 20. Он очень плохо горит, он полностью не выгорает, в баллоне остается. То есть он просто очень плохо испаряется. Когда в палатке было минут 25, газ, в принципе, отказывался вообще зажигаться. Бензин-то еле-еле разгорался, но за счет наличия бензина мы как бы нормально себя чувствовали. Но при этом, естественно, если речь идет про лето, про невысокие горы, ну, то есть невысотный альпинизм, то газ, естественно, гораздо комфортнее, удобнее, приятнее использовать. Значит, есть горелки, которые одеваются сразу на баллон, есть горелки, которые имеют некий шланг. Это гораздо удобнее, потому что у вас посуда на ней значительно более устойчиво стоит. И есть возможность рядом с этой горелкой греть баллон. Особенно, когда низкие температуры, чтобы баллон не замерзал, можно прям на кастрюлю сверху положить, главное не увлекаться. Вот, соответственно, есть два, ну, есть резьбовой, есть баиметный разъем баллон горелок. Их, в принципе, два варианта. Вот, то есть все резьбовые, всех производителей, они все друг к другу подходят. Вот, соответственно, ну и как отдельный класс горелок, это вот, ну, сначала появился джитбойл, сейчас уже есть там всякие разные аналоги. Значит, то есть сама вот эта горелка, которая на баллон накручивается, и к ней уже крепится такая вертикальная кастрюля. Преимущества какие? Что он действительно достаточно экономично расходует газ, ну, практически в полтора раза. Расход идет меньше. Вот. Дальше, значит, жесткое сцепление кастрюли с горелкой. Ну, опять же, если использовать фирменную подвеску специальную, вот, позволяет вешать. То есть вы можете там где-то повесить ее. Ну, как бы, в палатке как бы нельзя использовать открытый огонь. Вот, но, в общем, никуда вы не денете, все равно придется использовать. Там есть момент по поводу того, что можно угореть, ну, то есть надышаться угарным газом. Действительно актуально, особенно в плохо вентилируемых палатках, в маленькой палатке, в однослойных палатках. Очень легко, действительно. То есть начинаешь чувствовать, что начинает кружиться, болеть голова, души какое-нибудь. То есть, ну, от угарного газа как бы сразу не умрешь. То есть точно поймешь, что надо выходить на улицу. Вот. Значит, но... То есть то, что его можно подвесить где-то там... Ну, то есть у вас нет поверхности, на которой можете его поставить там. Это очень удобно. И экономичность. Ну, они сейчас тоже разных объемов есть. Ну, удобно, соответственно, тоже то, что там все это аккуратно спорвивается, убирается. Есть там куча таких припоклассов к ним. Вот. И тут туда же вот этот вот маленький валончик замечательный. А кто эти магазины, в камере хранения, вещи снял? Вот. Вот. Ну, в принципе, уже все. Значит, по поводу палаток. Для нас актуально, чтобы палатка, помимо того, что она просто палатка, чтобы она была достаточно ветроустойчивой. Значит, для этого она в конструкции должна иметь, ну, хотя бы три дуги. То есть наличие трех дуг уже обеспечивает определенное количество вот этих пересечений, которые какую-то там создают жесткость. Обычно палатки делятся там на, типа, двухсезонные, трех-четырехсезонные. Вот. Ну, то есть у нас, если есть такое у производителя разделение, то нас, в принципе, интересуют палатки вот трех-четырехсезонные, то есть которые можно использовать практически в любых погодно-климатических условиях. Значит, обращайте внимание на, то есть если выбираете разные модели, то, соответственно, соотношение количества мест в этой палатке и ее вес. То есть сколько приходится веса палатки на одного человека. Это вот такой основной критерий. Ну, скажем так, очень хороший вариант, если у вас чуть больше килограмма. То есть при наличии того, что у нее три и более дуга, то что она трех-четырехсезонная, она в любом случае будет, конечно, потяжелее. Но если там где-то 1200 грамм на человека, это вот, ну, килограмм, я не знаю, это, наверное, очень крутая повадка, если килограмм на человека. Вот. Если там где-то уже полтора и больше по человеку, ближе к двум, это уже, конечно, тяжеловато. Но она может быть там какая-то мега супер устойчивая и надежная. Но тут надо определять, для чего вы берете, куда вам ее надо будет нести. Вот. Значит, в горах обычно ограниченное пространство для возможности поставить палатку. Плюс площадки такие все кривые, небольшие, поэтому брать особо какие-то крупные палатки я бы не рекомендовал. То есть максимум трехместные. Вот. То есть вот такие какие-то там на 4 на 5 человек с гигантскими тамбурами. Скорее всего вы просто не найдете хорошие, ровные площадки, чтобы ее поставить. Оптимально, наверное, даже вот такие просторные двухместные, куда можно залезть втроёк. Скажем так. Вот. Значит, я предпочитаю тот вариант конструкции палатки, где дуги... Значит, палатка состоит из тента и внутренней палатки. Вот. Если мы говорим не про однослойные палатки. Вот. Есть вариант, когда дуги вставляются в кармашки, пришитые к внутренней палатке. Есть вариант, когда в кармашки пришитые к тенту. Значит, если второй вариант, вот, крепится к тенту, то, во-первых, мы можем поставить только один тент без внутренней палатки. Это бывает удобно, когда нужно, например, просто быстро переждать толщину. Например, поставили палатку, туда залезли, сели. Ну, точнее, этот тент. Вот. Или, например, летом достаточно тепло, вам просто нужно какое-то там укрытие от дождя. Можно спокойно там спать жить. Можно вообще взять только этот верхний тент. Вот. Значит, еще какой плюс, что вы можете не отсоединять тент и внутреннюю палатку друг от друга. То есть они у вас все время соединены вместе. И это очень сильно экономит время на постановке и разборке этой палатки. Какие еще вот эти плюсы? Ну, в принципе, такие основные. То есть ее достаточно удобно и быстро ставить. Особенно. Да, и плюс еще, то есть вы можете сначала, например, даже если они у вас разъединены, идет дождь, вы ставите этот тент, а потом достаете из рюкзака сухую внутреннюю палатку, залезаете внутрь и оставите, она у вас сухая. Вот. Если другой вариант, то вам придется сначала ставить внутреннюю палатку, она за это время полностью промокнет, и вы сверху начнете надегивать тент. Значит, желательно, опять же, надо смотреть на соотношение там веса и вместимости, но желательно, и это очень удобно, когда есть два тамбора. Хотя бы один там, пусть очень маленький, но чтобы он был. Во-первых, это возможность с двух сторон заходить и входить. Если у вас там больше одного человека живет, то это очень удобно. Вот. И, соответственно, можно там как-то разграничить пространство. То есть, например, в одном тамбуре хранится все снаряжение, а в другом тамбуре, чтобы было просторно, чтобы, например, под дождем полностью мокрый человек, он туда залез, там спокойно разделся и все это снял и оставил. В тамбуре залез. И, значит, ну, смотрите тоже, то есть, желательно, чтобы у палатки была хорошая вентиляция. В том смысле, что, в общем, это зависит в основном от того, как сделана внутренняя палатка. То есть, чем больше в ней присутствуют сеточки, тем она более удачно вентилируема, она будет легче, но зимой в ней будет, соответственно, похолоднее. Наличие юбки. Юбка, скорее, тоже, наверное, актуальна для зимы. То есть, летом, в общем-то, нормальный, без юбки. То есть, это как бы лишний вес, пожалуй. Ну и еще, соответственно, есть некое групповое снаряжение, которое может быть у вас, вашим личным. Какая-то там групповая посуда, кастрюли, там чайники всякие. Тент на, ну, общий какой-то групповой средство связи. Значит, я вот там вначале говорил про телефон. То есть, я очень люблю вот такой телефон для таких, ну, таких экспедиционных условий. Значит, у него, у Филипса, известный своими аккумуляторами. То есть, вот этот телефон, при том, что там у него две сим-карты можно ставить. Чуть ли не интернет там имеет. Вот, он, значит, спокойно, совершенно, без подзарядки, там, две недели живет. То есть, именно как экспедиционное такое средство связи, там, я не знаю, что он был. с какими-то приложениями, там, работал интернет-сидей. То есть, я переставляю сюда сим-карты, беру его с собой. То есть, я знаю, что у меня, он будет включен, даже в режиме поиска сети, он неделю совершенно спокойно будет работать. Вот. И там, ну, стоит он, тоже, не берет. Вот. Ну, и тоже, соответственно, гермо-чехоль. Вот. Радиостанции, ну, это, как бы, отдельная тема, другая совершенно. Вот. Но, то есть, есть радиостанции, которые для связи группы с базой. Вот. Есть радиостанции для, там, например, работы внутри группы. То есть, это можно купить, там, малюсенькие, вот эти совсем простые станции, там, типа, по 1000 рублей за что-то. Очень удобно на маршруте, когда, там, друг друга не слышно, не видно. Опять же, чтобы, ну, контролировать всю группу. И вот, например, первая и последняя радиостанция. Навигатор GPS. Значит, тоже отдельная тема, но он в списке присутствует. Вот. Групповая аптечка. Всякие описания как-то. В принципе, наверное. А, ну, про горелочки я единственное, что хотел поделиться. То есть, тоже никакими рекламными обязательствами не связан. Нашел такую, ну, может сказать, случайно, специально не искал, такую горелочку. Производитель, по-моему, то ли чешской, то ли польской фирмы Penguin называется. Вот. Она, якобы, вроде как, титановая. Весит 50 грамм. То есть, легче. Или, там, что-то, 46, что ли. То есть, легче я, в принципе, не видел. Вот. Как запасной вариант. Ну, по крайней мере, на группу, например. То есть, у вас есть какая-то горелка основная, которую вы там пользуетесь и готовите. Все на ней делаете. И такую вот с собой кинуть на всякий случай. Чтобы было. 50 грамм, как бы. Ну, для группы не существенно совершенно. А в случае поломки основной горелки она может, в общем-то, спасти. Вот. Ну, я вот, там, работаю инструктором. То есть, она все время вообще круглосуточно. Вот такая вот кружка, эта горелка с вот этим маленьким баллончиком. Да, у меня как всегда с собой есть. Если чего, всегда, может быть, попить горячий чай. В принципе, все. А по поводу бензиновых заявок? Очень много понятных вопросов. То, что они забиваются, то, что обладают фарсунки, чистят нам. Да, забиваются, но, соответственно, это зависит от... А вот, в принципе, один какой-то маркет в Индии, допустим, они нормально работают? Ну, да. Ну, если за ней ухаживать, опять же. То есть, если она постоянно, там, после каждой поездки, ее чистить, приводить в порядок, то все нормально будет. А опять же, зависит от качества используемого топлива. И вот, начиная с такой высоты, как может быть? Ну, я думаю, что, вот, где-то там выше пяти. Ну, то есть, там, на Кавказ, грубо говоря, наверное, летом не актуально. Нормально с газом можно жить. Вот. А если уже, там, шести-семи тысячи, где-то там, в Азии, то летом уже, в общем-то, там могут быть такие погодные условия, что с газом уже будет ужасновато. Ну, то есть, там, минус двадцать. То есть, там, нет, ты заверёшь на газовой горелке, там, типа, система, как-то нагрева газовая, что-то такое. А можно было? На газовой? На газовой. Не знаю, честно. Не вдоволь. Вот. Вообще, я, в принципе, уже очень давно, вот, там, кроме джинпойла, практически не использую. То есть, скажем так, большие вот горелки, такие, на которые можно, там, в кастрюле ставить, там, 3 литра, там, больше, вот, они, в общем-то, всё-таки актуальны для большой группы. Ну, большая группа, я имею в виду, это, там, больше трёх человек. Вот. Я, вот, там, с прошлого года стал близок и инструкторской деятельности, поэтому я, как бы, опять возвращаюсь к таким горелкам. Вот. То есть, в принципе, я достаточно долгое время, вот, кроме, ну, там, джинпойла и вот таких вот фигурочек, ничего не понял. Поэтому, наверное, сейчас что-то могу пустить с общества. Ну, лучше, чем обычная горелка. Ну, конечно, лучше всё равно какое-то укрытие. То есть, если очень сильный ветер и, опять же, джинпойл, скажем так, неухоженный, то есть, его всё-таки тоже надо, там, чистить, разбирать, промывать, вот, то, ну, и пламя, как бы, чуть послабее, на сильном ветру его просто может быть. Забуд. Вот. Есть, там, МСР-реактор, например, там, как такового пламени, в принципе, ну, то есть, оно внутри катализатора там находится, всего, наверное, его нереально зовут. Вот. Но он, я не знаю, потому что они уже сделали, то есть, который, по-моему, сделал. Ну, то есть, он тоже фиксируется к кастрюле, позволяет её подвешивать. Надеюсь, было полезно. Саша, такой вопрос. У меня несколько вариантов гермоупаковки. То есть, здесь, точнее, есть много мнений. Чехол на рюкзак, непромокаемый рюкзак или гермоупаковки в рюкзаке? Ну, непромокаемый рюкзак, это иметь в виду... Ну, силиконом, считается, как бы, олени промокаемый. Ну, он всё равно скоро очень начнёт промокать. Ну, да, понятно дело. Или какие-то, наверное, натирки. И гермо-мешки тоже со временем, вот, ну, они как-то там изнашиваются и, в общем, начинают тоже промокать. И, то есть, ну, у меня, как бы, в рюкзаках обычный. Вот. Гермо-мешки я периодически, соответственно, их там меняю, правда, два-три года. Особенно, если в них там хранить снег, таскать их по камням с этим снегом и так далее. Ну, и накидку на рюкзак я тоже использую. Я, кстати, про неё, по-моему, не сказал, она у меня с собой была. Ну, то есть, да, кстати, накидка на рюкзак очень классная штука для того, чтобы хранить барасло в тамбуре палатки. Очень удобно туда. Железо там какое-то, веревку или продукты, например, все складываешь, что там в тамбуре живёт. Вот. Или, а можно вообще, в принципе, какие-то там пакеты с едой убрать. Ну, с едой я бы не стал. Есть много желающих на эту еду. Вот. Но там снаряжение, например, можно даже как бы снаружи от палатки оставить. То есть, ну, если места мало там. Вот. Или какие-то делать там заброски, оставлять закладки, то есть, в принципе, и вот он у меня регулярно используется не только для того, чтобы надевать его на рюкзак, но и для того, чтобы чего-то там в него убирать. Он, ну, на мой взгляд, он не должен обладать какой-то там супер водонепроницаемостью. То есть, основная задача, чтобы как бы там просто 90% воды с ультого стекало, а не теплую. Вот. То есть, в совокупности чехол и герман-мешки дают. Ну, для меня, по крайней мере, хватает вполне защиты. Ну, по крайней мере, там, от дождя, ну, слава богу, у меня рюкзак там время не падал. Вот. Ну, а от дождя, от снега... ... sport... ... ... Продолжение следует...